Сегодня у нас очень важные люди проекта Skyway. Это главные спикеры компании. Я рад приветствовать Сергея Анатольевича Сибирякова, Пахадуева Алексея, директора компании, люди, которых мы знаем, кто-то по вебинарам, кто-то уже был на конференциях. И я хочу передать слово Алексею Пахадуеву. Он является одним из директоров компании Skyway Capital. До этого отвечал за иностранных, так сказать, наших акционеров. То есть был человеком, который занимался переводами. Ну, я думаю, кто сейчас Алексей, он сам расскажет про себя, какую важную должность он занимает у нас в компании. Ну, поприятствуем. Дорогие друзья, рады приветствовать Екатеринбург. Очень приятно, фактически четвертый раз. Хотел бы начать свое выступление, и мое выступление будет кратким, потому что Сергей Анатольевич у нас не такой частый гость в уральских краях. И буквально вот сейчас подходит к завершению российское турне. То есть это было небольшое турне. 30-го Сергей Анатольевич был в Казани. Потом с Казани он переместился в Магнитогорск. Приключениями огромными именно в плане логистического перемещения, транспортного перемещения. Потом был Челябинск, то есть по разбитой дороге по Магнитогорской испытали подвеску автомобиля и действительно поняли, что транспорт SkyWay нужен 99% населения Земли. Если не 99, то как минимум автомобилистам. То есть будем сохранять подвеску. И, собственно, сегодня мы уже здесь, в Екатеринбурге, признаемся честно, то есть ночи в таких турне бессонные. То есть даже когда пытаешься заснуть и ненароком вспоминаешь ту концепцию, которая появилась буквально чуть более полугода назад. То есть это юнибайки, это легкий прогулочный транспорт, который станет основой туризма, основой вообще коммуникаций, транспортных уже коммуникаций. И наша компания закладывает ту логику, когда должна уже наступить эпоха, чтобы, как мы сегодня получаем бесплатную информацию и берем в любой точке земного шара из интернет, также по логике мы уже по эволюции, по транспортной, технологической, экономической должны уже перемещаться из точку А в точку Б для пассажиров бесплатно. И самой окупаемостью перемещения будут уже грузовые направления. Собственно, это будущее, которое нас ожидает. Это не какое-то далекое завтра. Это уже здесь и сейчас происходит. Уже происходит строительство. Ну а, собственно, обо всем по порядку, максимально подробно, распространенно расскажет тот человек, который занимается проектом, не побоюсь этого слова, более 15 лет, думайтесь в эту цифру, более 15 лет, не прекращает, покинул даже очень такие соблазнительные чиновничьи места для того, чтобы заниматься сугубо проектом Skyway. Потому что те, кто активно ходят в этот проект, понимают, что этот проект меняет не только жизни тех людей, кто сюда входит, но и повлияет в значительной степени на инфраструктуру транспортную и на жизнь всех людей, всей планеты в целом. Поприветствуем Сергея Анатольевича Сибирякова. Очень рад, что есть возможность встречаться, встречаться. Для нас это работа, для вас это работа. Мы это рассматриваем сейчас как инвестицию с вашей стороны, с нашей стороны, потому что мы не просто так тратим время и действительно силы, утомительно, действительно, там по пять конференций, пять дней подряд. Сегодня ночью мы с Алексеем улетаем на следующую уже конференцию, она будет в Братиславе. У нас активнейшая работает сейчас Европа. Подключились и по объемам привлекаемых средств, там уже Европа подходит к России, хотя долгое время 80% денег собиралось только в России на технологию. Сегодня Европа очень активно идет. Через две недели мы с Алексеем улетим уже в Ганновер, это в Германию. Очень активно начинает Германия работать. И для меня это было открытие, я об этом еще поговорю. Я был абсолютно уверен, что Европа, тем более немцы, они не в состоянии понять, что такое наш проект, не в состоянии инвестировать в такие проекты. Две недели назад, я был, три недели назад, я был на встрече деловых людей, именно Германии, которые интересуются проектами. И я в корне поменял свое представление, и об этом тоже мы сегодня поговорим. То есть это очень важный вопрос. Я рассматриваю это сейчас как наше деловое сотрудничество, потому что каждая такая встреча, каждый мой приезд, каждое общение с партнерами, это всегда очень важный для компании момент, потому что мы доносим, разъясняем часть вопросов, которые не всегда можно рассказать на вебинарах, которые не всегда можно понять из сайтов. Вот, поэтому наша задача снимать все вопросы, снимать противоречия, снимать сомнения. И сегодня, конечно, совсем другие сегодня идут встречи, и каждая такая работа, она приносит, соответственно, и для людей, которые входят в проект, очень много ясности, очень много понимания. И для нас, для компании это сегодня всегда идет увеличение прихода новых людей для нас, это очень важно, и мы тоже поговорим, почему мы это сейчас делаем. Это тоже закладываем сегодня серьезнейший бизнес, и не только в России, это мировой серьезнейший бизнес, ну, участники уже этого бизнеса. И второй момент, конечно, это итог инвестиций, потому что сейчас очень важный момент, почему мы так активно сейчас работаем, интенсивно работаем с партнерами, собираем залы, ездим, показываем интенсивность, потому что в сентябре у нас будет важнейшая презентация, это когда мы с точки зрения технологии действительно выходим в мир и показываем, что первое мы существуем, и что мы мировые лидеры. Это мировая презентация берлинской выставки «Инотранс», она проходит раз в три года, и туда приглашаются только компании, которые могут действительно показать что-то новое в сфере транспорта. Нас туда официально пригласили, Антон Дарши и Юницкого, как генерального конструктора, как руководителя группы компаний, он будет презентовать эту технологию. Немцы очень прагматичные, очень интересные люди, они пригласили туда и нашего прямого конкурента, который сегодня активно работает на рынке. Это технология Hyperloop, которую продвигает сегодня Илон Маск. У нас даже стенды будут напротив друг друга, и это реально сейчас уже начавшаяся конкуренция, мы уже не скрываем, говорим, что мы конкурируем с Илоном Маском, в каких-то технологиях мы с ним пересекаемся, мы являемся партнерами, мы прежде всего партнеры с ним в идеологической части, потому что он первый задекларировал вещь, то есть он сказал, казалось бы, невозможную вещь, что через 10-15 лет все домохозяйства, а это примерно 40% потребления всей энергии на Земле, будут на автономных альтернативных источниках энергии. Это очень смелое заявление, потому что это в пику всем нефтяным компаниям, это в пику сегодняшней всей энергетики. Он сказал, что он создает систему, это Powerwall, то есть накопители, которые будут заряжаться от ветревой и солнечной энергии, и этой энергии станет достаточно, чтобы все домохозяйства, то есть все дома, все квартиры были автономны по энергетике. То есть в энергетике уйдут провода. Это предрекал еще Курцвелл, Раймонд Курцвелл, это технический директор Google, один из ведущих футурологов мира сегодня. И здесь вот мы с Алексеем сейчас представляем новую футурологическую школу, где мы утверждаем, что именно мы представляем и описываем, и наиболее точно делаем будущее, которое будет через 10-15-20 лет. Поэтому мы реально сейчас с Алексеем доказываем, что мы реальные футурологи, и через некоторое время это будет признанной вещь. Сегодня мы просто конкурируем с точки зрения теоретического представления, но чем мы отличаемся реально от сегодня тех, кто пытается описывать, делать будущее, потому что мы его реально делаем, мы создаем технологически то, что для многих еще является фантастикой. Мы тут начали говорить, что многие сейчас прогнозируют, как будет расселение, какие будут города, какие будут технологии, а мы это сегодня уже создаем. Ну вот, друзья, сейчас об этом еще, обо многих вещах мы с вами поговорим. Давайте, как традиционно мы на наших вебинарах, значит, кто сегодня пришел первый раз, для кого слово Skyway – это что-то новое, вы не знаете, что это такое, вы пришли просто для того, чтобы узнать, получить информацию и дальше определяться, участвовать в проектах или нет. Есть такие, кто о Skyway ничего не слышал? Так, ну где-то примерно 10-15 человек, то есть это традиционная вещь, что у нас на каждом вебинаре примерно 10-15% людей – это те, которые приходят первый раз. Вот, я очень рад, я буду ориентироваться на вас, так сказать, те, кто пришел первый раз, но все-таки основную часть, ну, скажем так, выступления, часть общения мы будем уже ориентироваться на тех, кто давно в проекте, но тем не менее я обязательно буду делать упор, и я абсолютно уверен, что к концу нашей встречи вы поймете, что такое Skyway, поймете, чем мы занимаемся, поймете, куда вас зовут, ну и дальше, соответственно, мы на вас еще дальше проведем исследования, для того, чтобы понять, что было интересно, неинтересно, и будете дальше двигаться или нет, для нас это тоже будет важно. Но основная, еще раз говорю, мы все-таки ориентируемся на тех, кто уже в проекте, потому что наша задача сейчас – это работа с партнерами, чтобы сегодня традиционно лето, тот, кто занимается сетевым бизнесом и работой с партнером, понимаете, уступает очень тяжелое время, лето, отпуска, сегодня суббота, хорошая погода, огороды и так далее, и так далее, а вы приходите, работаете, значит, для вас это важно, для вас это инвестиция, для нас это вообще уже, так сказать, очень важная работа. И сегодня, как я уже сказал, почему мы ответственно относимся, потому что сентябрь, 21-24 сентября – это мировая презентация, куда мы в Берлин привезем два действующих образца подвижного состава Юнибайк и городской Юнибус, это не прототипы, это будут даже не модели, это реально действующие образцы, в октябре мы показываем уже действующую систему, то есть у нас следующее очень важное событие, в октябре месяце мы выходим уже из стадии, когда, ну, если говорить классификации, научной классификации, которую вел Николай Кондратьев в начале 20-го века, потом развивала советская школа, это академик Албалкин, сегодня это продвигает Сергей Юрьевич Глазев, это эмбрионное состояние технологии, когда она развивается внутри, и об этом знают, кто ее создает, узкий круг специалистов и узкий круг, кто это финансирует. Это эмбрионное состояние. Вот мы очень долго были в этом состоянии, в октябре месяце мы выходим и показываем очевидность этой технологии, и с октября начнется совсем другая система. Мы сегодня создаем уже финансовые компании с партнерами, причем я могу сказать, что это партнеры мирового уровня, это финансисты, которые работают, ну, скажем так, в крупнейших мировых фондах, сегодня это наши партнеры по созданию финансовой системы. Мы сегодня ведем переговоры уже с правительствами, я могу сказать, десятков стран, которые будут применять эту технологию, и это все говорит о том, что важность понимания есть, назрела необходимость, и мы сегодня к этому выходим. Почему я сегодня вам это рассказываю, почему нам это очень важно, чтобы вы понимали, мы рассказываем не о каких-то ньюсиках, потому что вы увидите в октябре, какие люди к нам придут, и в октябре вы увидите многих людей, которые сегодня поддерживают проект, но до поры до времени не выходили в активную фазу, они не показывали свое причастие, потому что проект высокорисковый, проект венчурный, проект еще не очевиден, поэтому многие люди, серьезные бизнесмены, политики, они поддерживали, но не делали это явно. С октября месяца вы увидите не только российских, скажем, бизнесменов и политиков, но и мирового уровня, и бизнесменов и политиков, которые покажем, что когда мы декларируем, что Transnet, Skyway, это то, что мы объединяем мир, это действительно станет очевидным, действительно станет понятно. Почему мы все, друзья, к этому причастны, почему я всегда считаю выступление перед такими людьми, это очень важно, потому что мы с вами сделали за эти три года невозможное. Я могу это подтвердить, и я, наверное, как никто другой, это могу декларировать и говорить, потому что я познакомился с Юницким более 15 лет назад, я 15 лет в этом проекте, и познакомился я с ним тоже не просто так, Я познакомился по своей профессиональной работе, потому что в 1999-2000 году я возглавлял первый венчурный государственный фонд, который так и назывался, это был при Ельцине, создан определенными олигархами, он назывался фонд президентских программ, это венчурный фонд фактически, задача которого было найти прорывные технологии, которые могут реально изменить состояние экономики России. И я нашел эти проекты, их было три, сегодня они все объединились в один проект, который называется SkyWay, то есть мы сегодня все эти три проекта объединили, то есть первый был, собственно, сама струнная дорога Юницкого, второй это было домостроение, когда можно очень дешево, быстро строить дома, вот, и это тоже мой определенный этап, в интернете вы видели там, кто еще не видел, зайдете на сайт и все это увидите, вот, и третий это связано с энергетикой, это очень эффективная система, именно обслуживание домостроения. Соответственно, сегодня это все объединено в проекте SkyWay, мы дальше пошли, в следующем мы создали технологическую школу, то есть эта школа разработана именно инженером Юницким, и мы ее назвали уже Sky Technology, Sky Tech, это очень логичное понятие название, то есть все, что мы делаем, это все новое, мы вводим новые научные понятия, мы создаем новый технологический уклад, все, что мы делаем, все новое, потому что в этом плане мы действительно лидеры. И Sky Tech, это очень логичное название, потому что все, что объединено сегодня, все, что мы работаем с точки зрения интернета, с точки зрения систем, которые мы видим, это уже сложився традиционное название, которое объединено в группу технологий, которое называется High Tech, это уже сегодня сложившееся, здесь ничего нового нету, и мы задались вопросом, а что должно идти с High технологией, то есть High это с английского высокие технологии, то есть сегодня все, что связано с компьютерной, с программированием, с микроэлектроникой, это High Tech. Так вот, задались вопросом, а какая следующая группа технологий, которые, потому что прогресс, вы все понимаете, восстановить невозможно, он идет постоянно в развитии, что идет за высокими технологиями? High High Tech, Super High, Not High, ну в общем, повыше, что повыше High технологий? Естественно, что так как у нас группа технологий Skyway, а Skyway вышел из того, что мы видели ЗИЛ на проводах, который ездит, который мы построили 15 лет назад, и этот ЗИЛ на фоне облаков дал название технологии Skyway, то есть небесные дороги. Поэтому, естественно, что дальше, продолжая эту логику, мы ввели новую группу технологий, которая называется SkyT, то есть небесные технологии. И то, что мы сегодня, кто-то может быть впервые слышит этот термин, кто-то от нас уже это слышал, через некоторое время, друзья, это станет абсолютно мировым, общепринятым термином, просто знаете, что это придумали мы с Алексеем, и соответственно у этого названия есть автор. Так же, как я в 2008 году ввел первое понятие Transnet, тогда казалось, это абсолютно непонятное название, хотя сегодня оно кажется очевидным. И сегодня уже идет четкая классификация, что если интернет, это сегодняшнее получение информации, и это то, к чему мы уже привыкли, хотя это трудно привыкнуть, к тому, когда мой семилетний сынишка занимается английским с учительницей в Болгарии, когда он узнал, что пульт телевизора связан с интернетом, и можно по голосу сказать, хочу фиксиков, он ему качает фиксиков, хочу там новый, ну погоди, он ему качает, ну погоди, а хочу сделать конференцию, видео, он мне подходит, говорит, папа, у меня сейчас будет конференция с одногруппниками, чтобы было понятно, это детский сад. Причем один в третьем, один в Испании живет, другой в этом, вот они делают видеоконференцию, общаются, я на все это смотрю, конечно, капец, но знаете, какой вопрос меня ставит не то, что в тупик, который действительно показывает новизну этой ситуации, когда он говорит, папа, а какой у тебя был интернет в детстве? Я говорю, знаешь что, Никита, я говорю, у меня не то, что интернет, а я когда, я уж не говорю детский сад, я когда заканчивал школу, я когда заканчивал институт, даже заканчивал аспирантуру, а потом докторантуру, у меня тогда еще интернета не было, понимаете, потому что у меня только там, когда я защитил кандидатскую диссертацию, у меня первый раз компьютер появился, понимаете, то есть у меня, я защищался в институте системного анализа, это был 96-й год, и мне тогда первый раз, как молодому кандидату наук, выдали ноутбук, понимаете, так сказать, я был счастлив, так сказать, неимоверно. Вот, сейчас уже это кажется абсолютно, как бы, таким, вот и моя мама, которая живет на границе, там, Кемеровско-Алтайского края, которая говорила, я никогда в жизни не возьму сотовый телефон, для меня это сложно, никогда не возьму компьютер со скайпом, понимаете, все она сейчас берет, все она работает, потому что, ну, а как еще общаться с муками? Сейчас нажал кнопку, пожалуйста, в скайпе пообщались, вот, ну и теперь еще, чтобы про скайп-технологии, о которой мы говорим, чтобы, я же не просто так это говорю, чтобы четко и для новичков было понятно, чем мы занимаемся, ну и для тех, кто уже в процессе, в проекте понятно, что, так сказать, а у нас сейчас будет, друзья, как некое подведение итогов, потому что через три месяца у нас будет юбилей компании, трехлетие, мы зарегистрированы 16 октября 2013 года, соответственно, в таком плане, как сегодня в краудинвестинге, мы работаем с февраля 2014 года, и сегодня мы уже имеем право подвести итоги, и сказать, что за три года сделано, что мы с вами достигли, тем более, что мы за три года вышли к мировой презентации, когда мы заявляем о том, что мы мировые лидеры в сфере транспорта, в сфере коммуникации, и мы именно определяем вообще развитие на ближайшие 20-30 лет, развитие всего технологического процесса всей цивилизации, соответственно, в октябре мы уже показываем на нашем фестивале в Марьиной Горке показываем действующие образцы, и мы собираем где-то как минимум 40 правительственных делегаций, которые приедут официально смотреть, делать, и здесь ответ сразу на очень многие вопросы, кстати, он прозвучал здесь, в Екатеринбурге, первый раз, когда мы проводили первую конференцию, когда, два года назад, наверное, да? Первого года, прошлого года. И когда мы проводили конференцию, и одна женщина, весьма пожилая такая, она задает вопрос, мне нравится ваш проект, мне нравится, что вы делаете, но что могу сделать я, простая пенсионерка, у которой там, и для того, чтобы поддержать проект, от нас ничего не зависит. Так вот, друзья, что основное мы сделали, невозможное, то, что считалось, и я, кстати, здесь я не отрицаю, когда мне Юницкий сказал, что мы начинаем заниматься краудинвестингом, то есть MLM-привлечением через партнерскую систему денег, я, честно говоря, подумал, что у него на фоне, скажем так, непродвижения или невозможности продвигать технологии, просто начинает, так сказать, изменение психики. Оказалось, что изменение было у меня, потому что я не понимал, а он просто с точки зрения дальновидности и управления проектом сделал единственное правильное решение. Чем я занимался в проекте в течение этих 15 лет? Моя задача была доведение информации до потенциальных инвесторов и привлечение людей в проект. И сейчас трудно назвать регионы, страны, правителей, бизнесменов, с которыми мы не встречались за это время. Если вы там фотоотчеты посмотрите, мы встречались с шейхами, принцами, президентами, и президентами страны, президентами компаний, и, наверное, со всеми олигархами, которые есть не только у нас в стране, но и у нас, это точно. А я померю, в своей последней работе, когда я работал в правительстве, я возглавлял управление крупнейших налогоплательщиков налоговой службы в звании генерала-лейтенанта налоговой службы. То есть, это указал президент. И поэтому я всех этих олигархов знал просто вот лично, потому что я им задавал вопросы, оплатите ли вы налоги или нет. И, соответственно, они мне отвечали, и я три года отвечал, и каждый месяц подписывал своей ручкой доступ всех нефтяных компаний к трубе. То есть, без моей подписи ни одна компания не могла качать нефть. Поэтому, как вы понимаете, после того, как я ушел из налоговой службы, то у меня были серьезные контакты и серьезные возможности. Поэтому мы с Ленинским, вот когда он пришел, я смог организовать финансирование первого испытателя у полигона. Но, опять, это абсолютно стечение случайных обстоятельств. Я познакомился с Александром Ивановичем Лебедем, он очень стал большим сторонником технологии. Он помог первые дать деньги для того, чтобы стартовал, а потом уже подключились нефтяные компании и «Газпром». И вот здесь иногда проходят слайды, то есть, это наш ЗИЛ, который бегает по проводам. Это как раз первое испытание технологии, которое мы провели в 2001 году. Так вот, друзья, почему сейчас я обращаюсь к вам как партнерам, как соратникам, тех, кто пришел в проект. «Газпром». Потому что мы с вами сделали то, что я не смог сделать за предыдущие там 12-15 лет. Ну, 12 лет. Общаясь с олигархами, общаясь с крупными банками, общаясь с... Мы не смогли запустить систему финансирования для того, чтобы представить и сделать технологию. Хотя, в принципе, мы создавали 100 только из партнеров, из олигархов не было. Но это всегда заканчивалось тем, что любой олигарх, который входит в проект, он сразу говорил, что вы показываете технологию за мои деньги, значит, соответственно, эта технология принадлежит мне. И никакого разноправия между интеллектуальной собственностью и финансами на вопрос о том, что, в общем-то, все деньги зарабатываются благодаря интеллектуальной собственности. Ведь все, что мы пользуемся, это создают инженеры. Банкиры ничего не создают. Они этого не умеют делать. Они умеют только делать деньги из денег. Но для того, чтобы эта система работала за последние 300 лет, это возможно только благодаря цивилизации. Только благодаря тому, что развиваются новые технологии. И в каждое время были свои технологии. То есть вот как раз Николай Кондратьев, а сегодня Глазев, он ввел классификацию и говорит, что начиная с цивилизационного развития, то есть это примерно середина 17 века, все идет с цивилизационным развитием. И у каждого времени своя доминирующая технология. И нельзя сравнивать время сегодня и 100 лет назад. Почему нет повторяющихся циклов? Ну как можно сравнивать жизнь до интернета и после интернета? Ну это невозможно сравнивать. Как можно сравнивать жизнь до двигателя внутреннего сгорания и после? То есть когда есть 20 век, это эра нефти. И естественно, что с точки зрения футурологии, почему мы утверждаем, что мы сегодня стоим на пике футурологии? Потому что мы определяем и мы знаем, какая технология определит жизнь на ближайшие 10, 15, 20 лет. И это абсолютно уже очевидные вещи, потому что следом за интернетом приходит транснет и мы этот транснет создаем. И я закончу мысль по поводу, что мы с вами сделали невозможное, потому что перейдя в краудинвестинг, мы создали краудинвестинговую инвестпроводящую систему, которая выполнила те задачи, которые не мог на себя взять ни один олигарх. То есть что такое задача? Не потому что у них денег нет, денег у них у всех нормальному разумному человеку не надо. Но всегда надо быть первым, надо финансировать и взять на себя риски. И большинство таких людей, они же технически не понимают, правда это или нет. Для того, чтобы это можно проверить. Но у них у всех есть возможность вложить и не получить деньги, потерять. Но больше пугает их не это, а пугает то, что они вкладывают деньги, а все начинают этим пользоваться. И из этого он говорит, почему за мои деньги должны кто-то это? Если я это вкладываю, значит это мне принадлежит. И когда Юниевский говорит, давай как минимум пополам, то есть интеллектуальные собственности, финансы, они в равных, то здесь партнерство мы никогда не находили. И вот перед 13-м годом, весь 12-й год я наступал таким организатором процесса по финансированию одного олигарха, который мне оказался, который закончил физтех, возглавляет сегодня клуб этих физтеховцев, казалось бы, весьма умный на первый взгляд человек, потом весьма серьезный бизнесмен, потом довольно-таки не старый, ему было 35 лет на тот момент. И второй, за него поручился лично патриарх, который сказал, что ну уж он вас никогда не обманет, я лично даю слово. И вот мы с ним сели подписывать переговоры, Юницкий создавать компанию, и первое, что он сказал, первое, что он сделал, говорит, ребята, вот мы с вами договорились, но прежде чем подписать, я хочу чуть-чуть изменить условия. И, соответственно, начинает менять в том плане, что все мое и все принадлежит мне. Юницкий встает и уходит с переговоров, говорит, все, больше мы с ними не общаемся. Ну, после этого я сказал, что я больше не могу предположить, откуда можно взять, и все, что мог сделать, я сделал. Он говорит, я знаю, что делать. Говорит, будем строить структуру, будем собирать людей, будем приглашать просто инвесторов, которые будут приходить и инвестировать. В этот момент я считал, что Юницкий совсем на фоне отчаяния, так сказать, потерял разумность, так сказать. Сейчас я могу сказать, что просто если ему дано создать эту технологию, то ему как раз было и дано запустить ее финансирование. И сегодня я могу сказать, что это было единственно правильное решение. Единственно правильное решение. И сегодня, даже общаясь с крупнейшими финансовыми фондами, которые к нам входят, партнерами, которые мы родим, мы создаем уже то, что будет после краудинвестинга, то, что будет то, когда мы продемонстрируем технологию, сюда приходят уже заказчики и финансисты, мы создаем уже следующую систему. Так вот, ее создали мы только благодаря тому, что мы собрали 500 тысяч человек сегодня у нас зарегистрированные как пользователи информации, к которым идет рассылка. У нас сегодня уже 100 тысяч, это тех людей, которые инвестировали хотя бы один раз. А я могу сказать, друзья, что это серьезная сила. И тот объем финансирования, который идет каждый месяц, он нам позволяет спланировать и проведение выставки 21-го, заявить о том, что мы существуем, и 23-го октября провести фестиваль и продемонстрировать саму технологию, и сегодня уже запустить реализацию ряда адресных проектов, которые будут капитализировать интеллектуальную собственность. И мы с вами, друзья, сделали первый шаг, который, у меня есть такая интересная аналогия, которую я вывел при общении с этими олигархами. У них есть две категории, два очень четких понятия. Никто не хочет быть первым, то есть взять риск, нести ответственность и так далее. Но у них есть и вторая черта, никто не хочет быть вторым. То есть вот они хотят влезть и быть полтора, то есть чтобы не рисковать, но при этом снять все сливки. И вот эти вот у них ходы, они никогда не получают. Друзья, мы убрали этот вопрос. Мы сказали, нам первый не нужен. Первый это мы. У нас 100 тысяч человек. Поэтому сегодня, когда прийти и сказать, что это мое, в каком плане? Нас много. И в этом плане сегодня был главный. И второй момент, это уже инвестиционный, очень грамотный и четкий подход. Мы убрали риски больших инвестиций. Когда кто-то инвестирует 10 миллионов долларов, то понимаете, риск и у нас проект, он 100% венчурный. Что такое 100%? Вы всегда можете потерять деньги полностью. Причем риски складываются. Вот мы с вами сейчас подходим к этапу, когда мы убираем технологический риск. Когда все задают вопрос, а есть ли технология? Все, сейчас мы говорим, ну для меня этого вопроса нет, потому что я в 2001 году на полигоне в озерах там вкручивал каждую гайку, мы ее облизывали, протирали это. В общем, мы жили с Юницким на полигоне, мы считали, что мы сейчас достроим, и у нас будет очередь стоять от озер и до Кремля. Мы построили, и было полно, там было куча, сотни репортажей, мы туда привезли всех министров, там, кого только мы, все, и тишина. И после этого мы пять лет ходили и думали, а почему, собственно, вот уже стоит, уже вот работает. Все говорили, что технологии нет, она есть, а оказалось, что она никому не нужна. И мы ходили, то есть сегодня только появился ответ на этот вопрос, спустя 15 лет. Более того, нам казалось, что мы сейчас достучимся до какого-то большого чиновника, и этот большой чиновник нам поможет. Мы стучались, 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 там, до Грызлова, председателя думы, там, до всех министров, достучались до президента. Президентом был тогда наш этот самый Медведев, вот, и мы ему доложили эту технологию, и он даже ее поддержал. Он сказал, о, инновация, все круто. Более того, даже подписал протокол, сказал, что Минтрансу, в интернете это все есть, там заседание, посмотрите, это госсовет, докладывал ее тогда, ну, серьезный парень, ну, не парень, нельзя так говорить, хороший, то есть, товарищи все, Сергей Морозов, он до сих пор губернатор Ульяновской области, вот, наверное, последний, а, еще Тулеев, наверное, был, потому что я Тулеевым, что я свою карьеру чиновника начинал виться губернатором Тулеевым, то есть поэкономить. Вот, соответственно, Морозов поддержал, Левитин сидел в протоколе было записано выделить миллиард рублей из резервного фонда Минтранса на продолжение строительства полигона в озерах. И вот это слово продолжение, мы считали, что это наша заслуга, оказалось, что неудачно мы вписали, потому что ровно через неделю приехало 200 человек ночью и спилили нас в полигон, просто за одну ночь исчез, потому что так как написано было слово продолжить, соответственно, спилили, значит, нечего продолжать, все, соответственно, денег не дали. Хотя этот полигон с научной точки зрения, хотя нет, он и с научной точки зрения, то есть он простоял 9 лет, то есть 2001 по 2010 лет он простоял. Соответственно, он выполнял очень важную роль, мы постоянно на нем изучали, понимаете, он стоялся, снег, дождь, постоянно, и мы изучали путевую структуру, мы смотрели, как вытяжение работает, как работает взаимодействие колесо, мы намораживали на нем лед, то есть это, соответственно, ходовые испытания, мы можем сказать, что мы 10 лет изучали структуру, поэтому ее спилили, просто сейчас бы мы могли сказать, что мы бы ее изучали уже 16 лет. Ну, так как его 6 лет назад спилили, то поэтому после поддержки вот такого рода президентов, мы поняли, что больше стучаться, в общем-то, некуда, ходить больше незачем. Потом мы пошли по ряду олигархов, причем не только российских, но и зарубежных. Ну, все это вот привело к тому, что, когда очередной олигарх начал говорить, что, ребята, мы еще не начали, а правила игру уже начинаем менять, стало понятно, надо переходить на новый принцип, и мы на него перешли, и сейчас, я могу сказать, что за эти 3 года мы инвестировали достаточно средств, для того, чтобы перевести технологию в область демонстрации. Что мы сегодня видим, то есть вы видите и экотехнопарк, и образцы, и то, что делает. И сейчас, опять же, наверное, только я могу это говорить, потому что, когда 3 года назад мы начали вести первые вебинары, потом проводить первые конференции, вы не представляете, насколько это было, ну, скажем так, сложно и тяжело, потому что мы обращались к людям и говорим, мы будем собирать конструкторское бюро, мы будем проектировать новую дорогу, мы будем получать землю, где это строить, мы будем строить, и потом мы вам это покажем. Поэтому дайте деньги сегодня. Понимаете, да? И, соответственно, 99% людей нам не верило. Но все равно находились люди, которые входили в себя. Теперь представляете, что мы, вот сейчас я когда делаю презентацию, что мы с вами показываем, я говорю, друзья, мы создали конструкторское бюро, у нас работает 160 высокопрофессиональных инженеров. Наш инженерный потенциал сегодня выше, чем потенциал Симмонса. Просто выше. И мы это говорим не просто так, потому что Симмонс 60 лет создавал систему Транс-Рапиды. Он за 60 лет, потратили 6,5 миллиардов долларов. Создали транспортную систему, которая никому сегодня не нужна. И они закрыли этот проект, сказали, ну, ошиблись. Поэтому даже такие гиганты технически ошибаются и выкидывают деньги на ветер. Более того, они еще угробили, они когда проводили испытания, у них произошел смертный случай, погибло 25 человек. Соответственно, мы можем сказать, что они это не сделали, а мы делаем систему, которая будет на порядок, на порядок превосходить систему Симмонса, которую они продекларировали, но не создали. И деньги, которые мы на это тратим, даже не на порядок, а на два порядка ниже. Поэтому это эффективность, когда говорят, расскажите эффективность Skyway. Это один из примеров, потому что более эффективной системы придумать невозможно. Так вот, когда мы показываем эту демонстрацию и говорим, что вот, друзья, мы это сделали, мы создали конструкторское бюро, мы получили землю с небольшими нюансами. Сначала думали, опять же, по нашему настроению, что в России мы уже построили, как бы, ну, надо на опыте учиться. Следующая, естественно, была наша мысль, что, ну, раз в России пилят, значит, надо делать в Европе. Евросоюз, защищенность и так далее, и так далее. Я познакомился с хорошим парнем, мэра Шауляя, с депутатами, я перед ними там, Юницкий приезжал, мы там все, мы им рассказали, что Шауляя это будет мировой центр развития, что новая Кремниевая долина, они нам выделили землю, проголосовали, там, этот Сейн там, отменил все налоги на ближайшие там сто лет. В общем, мы считали, что у нас там все удалось, все, так сказать, это, а потом стали происходить какие-то странные вещи. Лично президент Литвы, вот эта дама, начала рассказывать о том, что мы все жулики, что мы шпионы, что мы что-то там наносим безопасность НАТО, премьер-министр, никто не будет, то есть, вы знаете, как в хорошем фильме, нами занимаются лично первые лица, да, лично премьер-министр приехал в Шауляй, заставил депутатов мэра расторгнуть все договора, вот, завели уголовные дела, у нас к этому времени мы собрали уже более миллиона евро на счету, арестовали эти все деньги, и мы еле-еле успели, так сказать, чтобы еще и не попасть, так сказать, где-то, хоть и комфортную, но европейскую тюрьму, понимаете, так сказать, вот, мы тут уехали, в общем-то, опыт был хороший, вот, и в этом, в этот момент, ну, выбирая где, Юницкий, опять же, по своей интуиции, говорит, что надо все-таки ехать в Беларусь, вот, потому что Беларусь совсем другая страна, и как бы там батьку не относились, не говорили, сегодня уже с экономической точки зрения мы сделали единственное правильное решение, потому что Беларусь играет свою роль в взаимоотношении между Россией и Западом, она сегодня позиционируется с точки зрения привлечения инвестиций, как, ну, очень цивилизованная страна, ну, и, соответственно, второй момент, знаете, кто сегодня является самым крупным инвестором в Беларуси? Скайуэй, понимаете, потому что мы инвестировали более 20 миллионов долларов, там просто нет таких проектов, а знаете, как себя чувствовать первым, самым крупным инвестором, понимаете, поэтому в Беларуси сейчас происходят очень серьезные вещи, то есть мы буквально недавно, там месяц назад судились с одними жуликами, которые неожиданно сказали, особенно для меня, знаете, я когда услышал, оказывается, что полигон в озерах построили они, а не Юницкий. Я когда это услышал, я сказал, ну, Юницкий всегда с ними там, я говорю, да не обращайте внимания на то, ну, жулики и жулики там, верховный судья Беларуси проводил 3-4 заседания по 8 часов, я причем знаю, потому что отсидел от начала до конца в 7-8, и я не мог понять, театр абсурдов, ну, мои друзья, вот судимся с какими-то жуликами, ну, назвали их жулики, обязали их убрать с сайта, нам-то было просто, напишите на сайте, что вы пошутили, и все, вот, и уберите фотографии, где они в фотошопе стерли Юницкого, оставили это, говорят, что, ребята, вот это наша технология, то есть единственное доказательство, что стертый Юницкий является подтверждением, что это они, вот, и мы все, эти 8 часов подряд, я не мог понять, вот что за театр абсурдов, хотя это, ну, высокопрофессиональный судья, так сказать, и он сделал, он все приобщил к делу, все, и потом, когда мы прочитали заключение, то оказалось, он четко, с юридической точки зрения, верховным судом Беларуси закрепил технологию за Юницким, и сказал, все, ну, я Юницкому говорю, интересный вопрос, я говорю, нам, наверное, это понадобится, и оказалось, сейчас мы понимаем, зачем, на прошлой неделе звонит МИД, сотрудник МИДа Беларуси, и говорит, звонит Виктору Бабурину, и говорит, знаете, что у нас проходит сейчас съезд министров транспорта Восточной Африки, в Танзании, под председательством, президентом Танзании, вот, вы бы не хотели послать туда представителя и представить белорусскую технологию, министром транспорта Восточной Африки, понимаете, да, а чтобы понятно было, это Танзания, это Южная Африка, это Гвинея, это сегодня самые перспективные направления по месторождениям, которым нужна наша технология. И теперь стало понятно, что они провели полностью очистку, полностью экспертизу с помощью Верховного Суда, и после этого, поэтому я нисколько не удивлюсь, если до нашей Октябрьской конференции, я не думаю, что прямо на Октябрьской, скорее всего, до нее, во всяком случае, я это жду, мы с вами как раз проверим, прав или не прав, там приедет еще один очень интересный человек, которого очень любят в Беларуси. Называть не будем кто. Если что, скажем, я не его имел в виду. Хотя, конечно, его. Вот, поэтому, почему это, друзья, произойдет? Потому что информация о том, что происходит, строится, и то, что у нас готовится 40 правительственных делегаций, готовится правительство там, ну, не буду называть, страны много, много, то есть СНГ, это практически все страны, там, африканские страны, кто пришлет делегации на эту конференцию, на эту демонстрацию, потому что сегодня, в течение, ну, трех лет мы дорабатывали переговоры таким образом, что мы говорим, интересно, интересно, готовы, готовы, в октябре приглашаем, когда вы это все увидите, тогда давайте подписывать. Все. И вот таким образом мы сегодня создали такой ажиотаж, что в октябре это будет просто очень, очень интересно. Такая поддержка в Беларуси, это оказалось, сегодня единственным правильным решением, и дальше идет, а еще я скажу, почему большой интерес, потому что появились очень серьезные контакты, ну, например, прилетает туда вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса, то есть, это человек, ну, который входит в элиту мировую, то есть, к словам и действиям которого очень серьезно прислушиваются. Вы представляете, реакция в определенных кругах Беларуси, которые за нами очень хорошо смотрят, когда он прилетает на своем самолете, с самолета едет в Марьиной Горке на полигон, с полигона возвращается, садится на самолет и улетает. Никого не ставив известность, ни с кем не ведя переговоры на официальном уровне. А что было понятно, за неделю до этого он также прилетал в Москву, из Москвы доезжал до Огарева, проводил встречу тоже с одним там очень известным человеком в России, возвращался обратно и улетал. Вот, понимаете, то есть, когда такого уровня контакты идут, значит, как минимум, что-то ему там надо. Поэтому, сейчас убедившись, что у нас делается и как делается, то есть, друзья, основная цель, которую мы сейчас, я вам сейчас это говорю, только для того, чтобы сказать, что технологии есть. И это уже очевидный факт. То есть, венчурность проекта, когда мы говорим сто процентов венчурности, то есть, рисковость потерять именно из-за технологии это уходит. Все, поэтому мы с вами, собрав, создав систему краудинвестингу, за это время мы отработали очень хорошую юридическую схему. То есть, сегодня с точки зрения юридических, те, кто входят в проект, они сто процентов защищены. Причем, обладая опытом, мы поначалу думали, что основная защита может быть в Лондоне. Мы делали через лондонские компании, потом понабили шишек, поняли, что Лондон это не лучшая защита интеллектуальной собственности. Потом мы пробовали в Америке в системе Далаверы. Тоже, нет, сегодня мы тоже опытным путем пришли, что самая лучшая юридическая защита интеллектуальной собственности это Бивиай. Это Британские, Виржинские острова. И мы зарегистрированы там с точки зрения защиты акционеров. И у нас там незазорная компания, потому что все сегодня центры, которые занимаются интеллектуальной собственности, зарегистрированы там. Поэтому у нас там компания, в общем-то, такая хорошая. Поэтому мы за это время, благодаря вот работе с партнерами, с вами, то есть мы все вместе, вот Алексей крупнейший акционер. Я, наверное, тоже за 15 лет имею неплохой пакет. Поэтому мы с вами создали систему, которая позволяет сегодня демонстрировать, показывать. Здесь я, к сожалению, просто это уже по бизнес, не могу говорить определенные фамилии и компании, с кем мы ведем переговоры, какие проекты мы сейчас готовим, все, что сегодня, но просто можете поверить здесь мне на слово, в октябре, в ноябре это все выйдет на поверхность, что это реально первые компании, мировые лидеры, которые сегодня рассматривают технологию. То есть, если говорить языком уже нашим с вами, то мы с вами самое главное сделали. То есть, когда подходит венчур, первое, что говорят, это этого не может быть. Вот мы с вами убрали этот вопрос, теперь мы говорили, что это может быть, то есть, это существует. Теперь возникает второй вопрос, я могу сказать, что работая с крупнейшими финансистами, они допускают следующую мысль, а если это правда? Здесь я могу сказать, друзья, что эти финансисты, которые начинают понимать, что будет происходить, если то, что мы делаем, правда, то здесь уже начинается, то есть, у них сразу начинают гулино сдвигаться, вот так. А для них самое приятное, это иметь перспективу. Вот, они реально в глазах вот так вот уже, речь идет даже не о сотнях миллионов, и даже не о миллиардах, то есть, уже о следующих порядках, когда они увидят, что им можно в этом участвовать, поэтому вопрос сразу переходит в другой план. И у нас появились очень серьезные, кто участвовал, увидели, очень серьезные, действительно, профессиональные партнеры. Здесь несколько отступлений, могу сказать, что очень часто партнеры, с кем мы работаем, обращаются и говорят, что надо провести профессиональную консультацию кому-то там, ну, из бизнеса, потому что многие люди, я же согласен, не могут обладать таким количеством информации, ну, как я за 15 лет, понимаете, поэтому я всегда в этом помогаю, всегда, потому что мне тут один, говорит, надо провести, я говорю, ну, ты что, сам не можешь так сказать, он говорит, сам могу, но получается, как в анекдоте, знаете, что приходит один другой, говорит, ты мне про Каруза говорил, да ерунда твой Каруза, на концерт шара ходил, да нет, сосед напел, понимаете, соответственно, говорит, давай рассказывай, вот я обычно никогда не отказываю, чтобы нашим партнерам, звонит очень уважаемый человек, у которого серьезная структура, которая всегда выполняет, говорит, встретиться с одним финансистом, он очень важный, он там финансирует проекты, он там организовал сбор, там он может сделать, ну, в общем, серьезный человек, я говорю, ну, давай, с серьезным человеком всегда приятно поговорить, значит, он мне звонит, и первое, что он мне говорит, а это было буквально три, ну, уж месяц назад, и первое, что он мне говорит, я за вами слежу три года, вы похожи на хайп, у вас ничего не меняется, я так, стоп, 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 я говорю, господин Болтун, я говорю, знаешь что, я говорю, вы мне больше не звоните, я не обвиняю того, кто организовал, То есть вы, наверное, умеете развести людей, потому что вы деньги собираете. Вы, наверное, умеете показать это, но вы полный болтун и непрофессиональный. Мне жалко тех людей, которые отдают вам деньги. Положил трубку. Почему я имею право это сказать? Я не стал с ним дальше разговаривать. Я с вами разговариваю, потому что вы все работаете, те, кто пришли. Потому что, друзья, это не мне говорить, что за три года ничего, друзья, не поменялось. Потому что когда я проводил даже год назад конференцию здесь, многого, да не то, что многого, вот это только начиналось. Мы только получили землю, мы первые сваи вкапывали. А сегодня мы приступаем, и уже идет испытание, ходовые испытания подвижного состава. А два года назад, вот, говорит, три года следит, у нас не было конструкторского бюро, которое мы только сформировали. У нас ничего не было. У нас был только опыт предыдущий, который был с Юницким, и люди, которые нам поверили, пришли. И после этого говорить, что за три года ничего не изменилось, и это профессиональный подход. А теперь я говорю, что такое настоящий профессиональный подход? У нас есть серьезный партнер, кто сегодня работает в Австралии. Это Род Хук, то есть это интереснейшая история, когда также активисты, женщина, живущая в Австралии, Людмила Юст. Она нашла Рода Хука, нашла смелость в себе дать ему информацию, потом полгода ему там давал обновление, потом он согласился выйти на скайп со мной, потом с Алексеем, потом с Виктором Бабуриным. Он, а что было понятно, это бывший министр транспорта Южной Австралии, это руководитель предвыборного штаба сегодняшнего президента, это руководитель инвестиционной компании, которая инвестировала 12 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты Австралии. То есть это серьезный человек и с точки зрения карьеры, и с точки зрения профессионализма, и с точки зрения политики. То есть это серьезный человек. Так вот, он изучал, и когда ему стало интересно, он из Австралии прилетел в конструкторское бюро, провел две недели с Юницким на полигоне, мы только начали строить и так далее. Вот это, друзья, профессиональный подход. Это человек, который хочет разобраться в технологии, а который говорит, что я за вами слежу, и у вас ничего не меняется, понимаете, это болтун. И с такими болтунами надо просто меньше общаться, надо просто меньше говорить, все, до свидания. И не тратить времени, и не разговаривать. А люди, которые хотят разбираться. То есть вот у нас там полгода назад приезжал Сергей Анатольевич Гришин. Это бывший руководитель Западно-Сибирской железной дороги. Это бывший замминистра по логистике движения у Аксененко. Это сегодня человек, который воздавляет крупнейшую транспортную компанию «Новатранс». Это профессионал в транспорте. Так вот, он приехал, посмотрел, ездил на полигон, общался, и до сих пор он нам серьезно помогает. Вот это профессионалы. С финансистами, с которыми мы с Алексеем познакомились, нас пригласили после Октябрьского форума, который проходил в Москве, у нас 25 октября, помните, да, в прошлом году был форум в Москве, на следующий день нас пригласили, говорят, с вами хотят поговорить серьезные люди. Ну, казалось бы. Действительно оказались серьезные люди. Действительно они хотят поговорить, потому что я потом в течение четырех месяцев, каждую неделю вел переговоры, рассказывал о технологии, мы рассматривали варианты. Через четыре месяца они говорят, все, мы готовы лететь. Ну, естественно, все так, как это финансисты, пафосно все. Дали самолет свой, прилетели, свой машина возле входа. То есть, ну, любят они показать того, что это серьезно. Съездили на полигон, прилетели. Вот это я тоже могу сказать профессиональный подход. То есть, люди сначала изучили технологию, сначала провели экспертизу, потом сказали, да, мы работаем. Это серьезный подход. И это как раз вот работа, та, которая сегодня подводит итог нашей трехлетней, ну, скажем так, вместе с вами партнерской работы. За это мы отстроили и сделали инвестпроводящую систему, мы отстроили маркетинг-план. То есть, сегодня люди, которые привлекают, и могут зарабатывать уже сегодня. Это тоже абсолютно правильно. Потому что, если Сбербанк может позволить себе половину привлеченных средств отдавать на комиссию, наверное, мы не хуже тоже можем позволить, и поощрять людей, которые приходят. Соответственно, есть целая система отработанной партнерской работы. И сейчас, как подводя уже итог, можно сказать, что мы добились того, что технология стала заметной, что к ней приходит внимание. И, соответственно, как результат этого, уже создание конкретных рабочих компаний, которая сегодня идет, и уже капитализация через адресные проекты, она тоже уже сейчас идет полным ходом, потому что вот только одна управляющая компания, которую мы сейчас рассматриваем с нашими финансовыми партнерами, которая будет управлять всего восьмью проектами. А этих проектов будут тысячи. Так вот, только управляет восьмью проектами, капитализация прогнозная через десять лет, а понимаете, это обязательно делается, то есть это уже стандартная процедура, то есть когда описываются бизнес-планы, считаются потом разные сценарии развития, оптимистичные, пессимистичные. Это уже традиционная работа для финансистов. Так вот, прогнозная, пессимистичная капитализация этой управляющей компании через десять лет 250 миллиардов долларов. То есть это говоря о том, что это очень серьезные технологии, и они с нами работают, потому что они видят, что они могут стать операторами этой работы, и все эти 250 миллиардов долларов пойдут через их фонды, их банки, и они на этом очень серьезно заработают. То есть это, ну опять же, друзья, это надо было показать, и для того, чтобы разговаривать не с точки зрения болтунов, что мы вам расскажем, а теперь дайте денег, мы вам покажем, почему сегодня мы абсолютно по-другому себя чувствуем. Потому что я веду эти переговоры, а в это время, три смены, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, идет работа, идет строительство на полигоне. И это обязательное условие. И сегодня с этими финансистами у нас есть возможность сказать, друзья, если вы не хотите с нами работать, не работайте, мы других найдем. То есть сегодня-то нет проблем найти вас, у вас проблема найти нас, потому что сегодня нужна технология. Сегодня у этих крупных фондов, почему вот этот вопрос, когда у них произошел перелом, а если это правда, почему у них сразу начинаются трясти руки и дергаться глаза? Потому что сегодня мировая экономика вкатывается в рецессию. Что такое рецессия? Это нету инфраструктурных проектов. Сегодня прошла эра нефти. Почему мы сегодня смело говорим? Энергетика бытовая на альтернативных источниках. Этого еще год назад нельзя было произнести. А сегодня это произносится. Мы сегодня, мы это давно готовили, но мы не могли произнести, что наш транспорт, то есть все перевозки, это вот то, что мы говорили про новую экологию, все перевозки грузов и пассажиров будут на альтернативной энергетике. Без топлива, без нефти. Вы представляете, что такое было это сказать даже год назад? А сегодня мы это смело говорим, потому что Илон Маск заявляет свое, мы говорим свое, время подошло. Игрев на питерском форуме, на последнем, на который я перестал ездить с 2008 года, потому что там неинтересно стало делать, вот как раз Транснет я произнес именно на 2008 году в питерском форуме. Но чем интересен этот форум, просто несколько так сказать, как отвлечение. в 2008 году, когда я делал доклад по новой транспортной системе, Транснету, после меня выступал Миллер, это президент крупнейшей газовой компании, там, в общем, крупнейший лучший управленец, там, и так далее, и так далее. И он начал тогда свой доклад, что сейчас энергетика входит в новую сферу, там, т-ты-ты-ты-ты, к концу года нефть будет стоить 260 долларов. Я своим ушам не поверю. Я-то аналитик, я понимаю, что мы стояли, так сказать, уже, и все ждали, что вот сейчас, сегодня, завтра, там, что-то поменяется. Мне интересно, какими аналитиками они пользуются, что они делают, ну, вы помните 2008 год. Это мировой кризис, это дефолты, это падение, и нефть в конце года 20 долларов. Вот как, вот сами думаете, глава крупнейшей энергетической компании заявляет о том, что его аналитики 260 долларов. Это абсурд какой-то. Вот. Вы думаете, этот абсурд прошел? В этом году, читаю отчеты, выступает Сечин и Игорь Иванович, руководитель крупнейшей мировой компании нефтевой «Впроснефть», и он говорит, к концу этого года мы ждем, это в октябре было, в июне, к концу года они ждут цену на нефть 80 долларов. Я опять смотрю, у них опять какие-то аналитики, у них опять, так сказать, весь мир ждет 10 или 5 долларов, а они почему-то ждут 80. Потому что это у них просто такая как бы там мантра, и они говорят, если будет 80, значит она будет происходить. Так вот, друзья, сегодня мы независимы от них, и на этом экономическом форуме Греб заявил, что каменный век закончился не потому, что кончились камни, а потому, что перешли в новую цивилизацию. Так вот, нефтяной век закончился не потому, что нефть кончилась, а потому, что пришли в новый цивилизационный этап, и нефть больше, как топливо для автомобилей, и для двигателей внутреннего сгорания не нужно. Мы переходим в новую ЭП. Ну и, соответственно, если это Греб заявляет, если все спокойно сидят, кивают и говорят, то, наверное, нам уже можно заявить, друзья, мы создали систему, движение энергии, для которых не нужна углеводородная энергетика. Все, вся энергетика будет альтернативной. Поэтому мы вместе с Элоном Маском сегодня другими словами заявили, что через 10-15 лет 60% энергетики, то, что сегодня бытовая энергетика и транспортная энергетика, будет не углеводородной. То есть, понимаете, что как минимум, это то, что жизнь начнется меняться в сфере транспорта. Ну вот, друзья, если так коротко, с научной точки зрения, подводя итоги, и говоря масштабностью, я всегда, то есть, пока понятно, о чем мы говорим, то есть, о проекте, там, ну вот я, молодой человек, который первый раз, так сказать, то есть, чтобы понять, что мы не просто так здесь собрались, чтобы поговорить о какой-то там футурологии или там о каких-то там вещах, хотя с точки зрения футурологии мы знаем, не предполагаем, а знаем, как поменяется сегодня жизнь. То есть, другими словами, как я всегда люблю говорить, представьте, что мы с вами сидим в 90-м году, к вам приезжает лектор, начинает рассказывать друзья, вот мы сегодня сидим, приехали на автобусе, на трамвае, у каждого дома, не у каждого, в 90-м году проводной телефон, это тоже была такая, несколько раз. И я вам начинаю рассказывать, что друзья, приходит новая эра беспроводных телефонов, у вас у каждого будет машинка, вы будете набирать, общаться, открывать, а дальше я буду, так сказать, пользоваться приложениями, особенно вот интересное приложение у меня здесь стоит, называется GPS. То есть, вы в 90-м году сидите, а я вам рассказываю. Значит, что такое GPS? То есть, представьте, вы в 90-м году сидите, это у вас маленький телевизор, вы его в руках носите, он стоит у вас на торпеде машины, со спутником, он показывает вам трафик, то есть, куда надо проехать, но что самое страшное, друзья, нежным, женским голосом, говорит, куда повернуть. То есть, вы в 90-м году, представляете, то есть, фильмы про Джеймса Бонда не видели, ничего нету, и я вам рассказываю, что, ну уж не говоря, что тут будет и калькулятор, тут можно будет еще и кино смотреть, и все, и вы сидите на меня смотрите в 90-м году, да, так сказать, я вам все рассказываю, да, и это будет у каждого, это стоит, будет абсолютно достойно, вот. Сегодня мир поменялся за последние 15 лет, если кто-то будет мне говорить, что мир не поменялся, я не поверю. Вот, это молодежь вот считает, понимаете, они родились уже с интернетом, как моему сынишке, семилетнему сказать, что интернета раньше не было, он считает, что он был всегда, и будет всегда, и ничего так сказать, а вот для немножко нас, людей старшего поколения, которые в 90-м году первый раз услышали слово компьютер, потом услышали слово интернет, потом увидели этот компьютер, потом он пришел в каждый дом, сегодня мы уже не представляем, как мы вообще жили без этого, вот. Это на наших глазах, то есть это называется технологическая революция, и никого здесь не удивишь, и никого не удивишь, что через три года будет бесплатный Wi-Fi по всему миру, что умрут сотовые операторы, что можно будет через Viber или другие приложения, которые выйдут неограниченно передавать и получать информацию, сегодня кого-нибудь этим удивишь? Да нет, конечно. Все, мы уже живем в этом мире, и это развивается так динамично и быстро. Так вот, основное, то, что мы должны сейчас понимать, почему мы это утверждаем, в ближайшие 15 лет мир изменится еще более радикально. Не так же, чтобы вы понимали, а еще более радикально. Тут скажут, ну уж куда более радикально, да, там, так сказать, все. Так вот, сегодня начинается революция в сфере перемещения, в сфере транспорта. И если вот этот уклад, это мы называем пятый технологический уклад, интернет, то сегодня мы создаем шестой технологический уклад, транснет. И здесь мы, то есть вот я лично автор термина, транснет, юницкий, это тот, кто закладывает технологические, мы превзошли даже то, что Жуковский теоретически рассчитал. Я могу сказать, что, ну, для кого это непонятно, не заморачивайтесь, не обязательно это знать. Просто я могу сказать, что в научном мире, с точки зрения аэродинамики, это переворот. То есть это реально, то есть и это уже подтвержденный факт. Почему я говорю, что мы лидеры, и это абсолютно, как бы абсолютный факт. Потому что никто никогда не делал подвижной состав, не продувал его в трубе, и это не модель, это уже прототип. Соответственно, с такими, а почему это важно понимать? То есть я начал про одного жулика говорить, который будет с нами напротив. Ну, потому что мы же тоже жулики. Он в движении некоторых. Так вот, еще один жулик, который будет у нас направлен. Что такое теория решения изобретательских задач. Они решают ту же задачу, что и мы. То есть скоростное, быстрое, дешевое перемещение. Все понимают, что основные затраты энергии при движении больше 300 км в час, а тем более 500, это 99%, это сопротивление воздуха, аэродинамика. Поэтому Транс-Рапид, который мы уже с вами обсудили, сказали, что он 60 лет пытался убрать сопротивление за счет магнитного поля, потом сказал, что гелудой занимаемся. И закрыл этот проект. Сегодня, друзья, Илона Маска утверждают, что если мы сделаем трубу, из трубы откачаем, потому что основное же сопротивление, это сопротивление воздуха. Поэтому, чтобы убрать сопротивление воздуха, надо убрать воздух. Поэтому они говорят, из трубы откачаем воздух, сделаем вакуум, и будем там быстро и дешево ездить. Друзья, вакуум, это самая агрессивная среда для человека. Человек в вакууме погибает в течение одной десятой секунды. Когда вскипает азот в крови, человек мгновенно погибает. В вакууме сегодня работают только специально подготовленные люди в космосе. Специальным оборудованием, специальным... То есть, один килограмм, доставленный на орбиту груза, стоит миллион долларов. То есть, вот они там работают, там, в этой агрессивной среде, и выполняют кому-то нужные задачи. Может быть. Так вот, сегодня утверждение, что мы эту самую агрессивную среду для человека из космоса опустим на Землю, сделаем трубу, сделаем капсулу, засунем ее в эту трубу, и будем еще утверждать, что это будет дешево перемещаться. Вот просто позвольте не поверить. Потому что вакуум, это очень сложная субстанция, ее надо сохранить. То есть, чтобы выйти из этой трубы, надо каждый раз делать что-то заваленную камеру. Соответственно, и утверждение о том, что это можно сделать дешево, это неправда. И это мы уже утверждаем, почему я сейчас так говорю. Это уже работа как с конкурентами. То есть, мы с вами сейчас говорим, и мы уже сейчас критикуем технологии. Мы говорим, что, друзья, вкладывайте деньги не в Илона Маска, а есть уже сегодня бизнесмены в России, которые вкладывают десятки миллионов долларов в технологии Илона Маска. Я могу сказать, что с технической точки зрения это безграмотные люди. Просто безграмотные. И мы им это четко говорим, друзья, вы хотите свой потерять деньги, поэтому это конкуренция. Нам говорят, а куда идти? Конечно, к нам. Почему? Потому что мы, с точки зрения теории решения изобретательских задач, ТРИС, это серьезная наука, мы решаем вопросы. Юницкий говорит, что не надо откачивать воздух. Надо сделать систему, которая совсем обладает другими свойствами в аэродинамике. Сегодня подвижной состав, который Илон Маск пытается использовать, самолет, лучшие спортивные машины, имеют коэффициент аэродинамического сопротивления 0,1. А у нас 0,0,3. То есть мы на два порядка. Что было понятно, это... Давайте приведу сравнение, чтобы понять, что это такое. Вот 0,1 – это сегодня аэродинамическое сопротивление хорошего самолета. Значит, сегодня самолет, который обладает скоростью 750 км в час, тратит в среднем 15 литров керосина на 100 км на одного пассажира. Ну, в принципе, за счет там сейчас демлайнера и аэрбаса 380, ну, когда хотят сразу 500 человек, почему надо много собрать? Потому что меньше тратить на одного человека в удельном весе. Соответственно, сегодня они говорят, что подойдем где-то к 10 литрам на пассажира, на 100 км. У нас сегодня не то, что мы проектируем, а то, что мы уже приступаем к испытаниям, это 100 грамм на одного пассажира при скорости 600 км в час. То есть, в принципе, скорости, да, не 780, а 600, в принципе, но не 10 литров и даже не 1 литр, а 100 грамм в топливном эквиваленте. Поэтому, когда мы, а вы же понимаете, что основная цена проезда это топливо, которое мы сжигаем. Ну, помимо того, что еще строить надо, надо построить, соответственно. Так вот, решение, в принципе, та же самая задача, но они пытаются откачать воздух, сделать, а мы делаем аэродинамическое хорошее тело, которое есть. То есть, вот, это с технической точки зрения, он говорит, а чем вы отличаетесь, а почему? Вот именно поэтому. И второе, сейчас мы сделали очень простую безопасную систему, у нас нет вакуума, у нас нет электромагнитного подвеса, у нас есть железный рельс, и по нему катится железное колесо, причем, которое прикручено к этому рельсу, и слететь, или она с него не может, потому что идет обжим рельса, идет колесо, направляющие, движущиеся, и два обжимных колеса. То есть, с точки зрения безопасности, это практически абсолютная вещь. А так как, это все транспортные андроиды, которые управляются автоматикой, поэтому там не может быть человеческого фактора, там может быть сбой автоматики. Но, система управления безопасностью построена таким образом, что она дублируема три раза. То есть, если говорить языком сегодня безопасности, то вероятность смертельного исхода, если исключить теракт или просто, так сказать, она близка к нулю. Технике нельзя сказать 100%, то есть, всегда может что-то произойти, но она даже не на порядок, и даже не на два порядка безопаснее, чем сегодня авиация. Авиация сегодня самый безопасный вид транспорта, но, как вы видите, периодически происходит, вот вчера, опять очередной самолет упал, там, Горчесовский, то есть, техника периодически дает сбой и падает. Поэтому, сегодня, помимо экологических задач, то есть, как Юлийский всегда говорит, мы за счет своего транспорта не сожжем за ближайшие 100 лет 20 триллионов долларов, или 20 миллиардов тонн нефтепродуктов. То есть, представляете, их надо добыть, сжечь, все это выкинуть в атмосферу, потом всем этим дышать, все это вернется нам в виде кислотных дождей, и так далее, и так далее. Так вот, мы при перемещении, которое будет на порядок, даже на два порядка, более мобильным, мы не сожжем это топливо. И что самое главное, друзья, об этом сейчас мало кто говорит, за сегодня в год в мире гибнет полтора миллиона человек, в автобусе, полтора миллиона человек, и 15 миллионов становятся инвалидами. За 100 лет погибнет 150 миллионов человек. Это статистика, их нельзя спасти. Это то, что мы платим за цивилизацию. Наверное, у каждого из вас есть случаи, друзья, знакомые, которые участвовали, попадали. Это самое, то есть автомобиль, это самый страшный убийца сегодня, который мало того, что он выкидывает в атмосферу еще, так вот, еще и убивает людей. Так вот, при нашей системе мы просто исключим эту систему. И за 100 лет 150 миллионов человек не погибнет. а почти полтора миллиарда не станет инвалидами. Поэтому я считаю, это тоже очень неплохой аргумент, который сегодня можно и нужно использовать и говорить, что мы к этому подошли. А вы сейчас, которые участвуют в этом процессе, вы к этому сопричастны. Мы с вами сделали невозможное, мы создали первый детал, мы продемонстрировали, создали технологию, которая сейчас выходит, делает, запускается. И если уже там буквально коротко сказать, почему мы утверждаем что капитализация и венчурные премии, которые мы закладываем сегодня в дискаунты, как премия за риск, они сегодня будут капитализированы. То есть, меня когда скажут, когда можно продать акции или когда они будут стоить по номиналу, друзья, не знаю. Вот честно могу сказать. Вот Apple, для того, чтобы капитализироваться с одного доллара 3000, то есть, кто 30 лет назад вложил в Apple денег, один доллар, сегодня имеет 3600 долларов с одного, за 30 лет. Они работают на рынке, емкость которого сегодня 7 триллионов долларов. То есть, это рынок IT. Значит, поэтому Apple капитализировался за всю историю экономики самым эффективным образом. Есть еще там другие герои своего времени. Есть Apple, есть Microsoft, есть Dell, есть Zuckerberg, так до сих пор многие не понимают, за счет чего такой молодой парень вдруг неожиданно стал обладателем почти 70-миллиардного состояния. То есть, это как раз герои своего времени. Так вот, почему нам это надо четко знать и понимать? Рынок, который возникает благодаря системе Transnet, он не в два, не в три, он на порядок больше, на порядок, в 10 раз. Поэтому я не буду утверждать, что наши обязательства, наши акции капитализируются в 36 тысяч раз. То есть, у Apple 3600, в 36 тысяч, я не знаю, насколько капитализируют, но есть одно предположение и одно такое русское слово. Скорее всего, они капитализируются на много. Поэтому здесь сейчас разговоры о том, когда можно будет продать, сколько мы на этом заработаем. Понимаете, мы создали систему, когда средний объем инвестиций сегодня, вот из 100 тысяч человек, которые, это 46 долларов. То есть, что такое 40? Вот я когда немцам рассказываю, и говорю, что у нас там средний объем инвестиций 46 долларов. Они говорят, как? Вот как можно гамбургер инвестировать? Понимаете, для них 100 евро это сходить в ресторан, а 46 долларов инвестировать, это непонятно. Поэтому мы сейчас с ними ведем переговоры с Алексеем регулярно, с клубом, который называется Европейское агентство бизнес-проектов, и они нам постоянно сейчас приводят людей, которые смотрят, рассуждают и хотят куда-то инвестировать. Соответственно, они сразу начинают объем инвестиций там тысячи или пять тысяч евро. Для них это понятная инвестиция. Я вот тоже обещал вам сказать про немцев, почему я поменял. Я три недели назад полетел им рассказать, они сами нас нашли, сами пригласили и сказали, приедь, расскажи про проект. Мы уже все почитали, нам надо вживую посмотреть, и чтобы ты нас убедил, что это не хайп. То есть он просто. А передо мной была еще презентация, у них ложка такая, идет восемь презентаций, потом, какая самая интересная, они, естественно, работают с ними. Как вы понимаете, что после презентации все были у меня, конечно. Потому что, ну, когда я послушал презентации, которые они сделали, ну, там, Биана Пуш, не знаю, там, слышали, нет, там, интернет-проект, который сейчас там талантливый македонец сделал, но это разводняк полный. Я им говорю, ребят, если вы в это инвестируете, а там 36 тысяч немцев уже инвестировали, там, в месяц, у парня, который это делает, там, 11 миллионов долларов оборот. Я говорю, ребят, если вы в это инвестируете, то мы, естественно, для вас. Потому что у нас реальный проект, у нас реально, мы в Берлин к вам приедем показывать, мы не делаем какой-то, ну, там, в каждом же интернет-проекте самое главное создать легенду. Вот у них легенда заключается в том, что гениальный программист написал программу, которая скупает рекламу по всему миру, интернет, и потом за долю секунды ее продает кому-то, кому надо, с максимальной целью. И на этом зарабатывает 1% годовых в день. Я говорю, ребята, понятно, так сказать, теперь понятно, о чем с вами разговаривать, понятно, о чем делать. Но мне понравилась реакция немцев. Они говорят, знаешь что, вот мы не знаем, хайп это или не хайп. И мы не знаем, вы правда или неправда. Но вот вы нам нравитесь, мы и ему дадим денег, и тебе дадим денег. Я говорю, вот это меня устраивает. Поэтому вопрос следующий, они говорят, приезжайте, вот мы с Алексеем сейчас установили дежурство, у них раз в месяц этот клуб, и мы будем по очереди раз в месяц туда ездить и рассказывать. Друзья, что такое рассказ? Это сейчас просто показывать последние новости. За этот период, что мы с вами не виделись, такая-то опора поставлена, то-то натянута, там заключили договора, там с теми-то, с теми-то, идет то-то, то-то. Поэтому если хотите по сегодняшнему дисконту, кстати, тоже по дисконту, я думал, что немцам будет непонятно, что такое дисконт, один к трёмстам пятидесяти, один к тысячам, я думал, что их это будет пугать. Нет, они мне надо было задать вопрос, а вот почему тогда было тысяча, а сейчас уже 350? То есть, а когда вы еще будете снижать? Им, оказывается, это очень нравится, потому что они четко понимают, это просто логика немецких инвесторов, что заработать на акциях Сименса, Поша и Мерседеса невозможны. BMW за прошлый год не заплатил дивиденды. Поэтому акции есть, а дивидендов нет. Поэтому для того, чтобы заработать, надо вкладываться только в высокорисковые технологические проекты. И поэтому они их ищут. И когда я понял, что мы реально для них, вот мы с Алексеем тут же перестроили работу, они уже активнейшим образом там сейчас регистрируются, уже начали платить. Вот, мы через неделю опять летим с Алексеем вдвоем, уже для того, чтобы показать, рассказать и еще больше их стимулировать. И сейчас уже подключились реально структуры и лидеры с Франции, с Италии. Вот, ну, Европа, Алексей расскажет, у нас уже вообще активно. Вот завтра будет конференция, послезавтра в Братиславе. Сколько человек там будет? 350-400. 350-400 человек, это уже Европа, это уже, и все они активно идут, и работа активным образом продолжается. И сейчас мы уже подходим реально к вопросу, это чуть-чуть вперед, когда задают вопрос, я его сразу знаю, что будет с нами, с инвесторами, со структурами, когда закончится вход в краудинвестинг. То есть мы прогнозируем, что краудинвестинг закончится, например, именно на входе в технологию Skyway, конец это на следующем, начало следующего года. Что это означает? Это значит, проект будет развиваться за счет прихода заказчиков, которые закупают технологию, а всегда технология, это значит предоплата за проекты. И вот за счет этой предоплаты мы начнем развивать и строить экотехноплату. И второй момент, это когда придут институциональные, то есть крупные инвесторы, которые вкладываются в инфраструктурные проекты. И сейчас мы эти переговоры ведем, то есть это не пустые слова, и мы абсолютно уверены, что к концу года они начнут давать результат, то есть придут первые. Но это не значит, друзья, что наша с вами работа на этом закончится. Наоборот, я когда инвесторам показал, что за это время наши инвесторы получат около 10 миллиардов акций. То есть сейчас 100 тысяч человек с тем темпом, как мы растем, до конца года это будет где-то 250-300 тысяч инвесторов, у которых на руках будет 10 миллиардов акций. Наша задача, вот тоже опять, когда их можно продать, или еще так сказать, наша задача, что мы делаем, то есть мы вас убедили, мы отдали 10 миллиардов акций, а дальше благодаря технологии мы их должны капитализировать. Наша задача, чтобы это превратилось в акций. И первый будет очень серьезный, это когда будет первая демонстрация, второй это когда будет первое финансирование адресного проекта, ну а потом это уже развитие конкретных управляющих компаний, это начнется уже в этом году. И соответственно, в графике этого будет дорожать тот пакет, который сегодня на руках. То есть благодаря венчурной премии дискаунты, недалеко то время, сроки не буду говорить, но скоро, когда у вас на руках вот то, что на этом сертификате написано, сколько там стоит, вот он столько будет стоить. Соответственно, следующий момент, когда мы вам зададим вопрос, вы, ну условно, вложили вот эти 100 долларов, или 46 долларов, это средняя инвестиция, и заработали, вот тот, кто выходил с дисконтом 1 к 1000, заработал 46 тысяч долларов. То есть у вас 46 тысяч сертификат, и вы можете его пойти продать. Но дальше мы вам задаем вопрос, вот вы благодаря нам и нашей технологии, вложили 100 долларов, заработали 46 тысяч. Нет. 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов. Да, 1 к 1000. 100 тысяч долларов. Соответственно, теперь вопрос, за этими деньгами всегда идет спрос. То есть он чем занимается, допустим, инвестиционный фонд Джефферс? Это мировой лидер по инвестициям, все. Он рассказывает, что он надежный, что он собирает деньги с людей и инвестирует их в какие-то проекты. И мы инвестируем. Мы инвестируем в свои проекты, в адресные проекты. Поэтому, когда мы вам предложим отдать в управление эти акции, мы будем гарантировать, что мы, мало того, что они будут стоить номинал, мы их еще и приумножим, потому что мы инвестируем, благодаря своей технологии, в инвестиционные проекты, вы куда будете отдавать деньги? В Джефферс? Или в фонд, который будет выжалять, допустим, Алексей Суходович? То есть, ну, ответ очевиден, я знаю, так сказать, поэтому мы делаем сейчас фонд, который сразу, изначально закладывается как один из крупнейших инвестиционных фондов в мире. Потому что это будет не один десяток миллиардов долларов. И теперь второй момент. Друзья, вы уже один раз поучаствовали в проекте невозможного. То есть, когда Skyway говорили невозможно сделать, мы его сделали. Сейчас мы его строим, показываем, и дальше просто будут новости, где и как он дальше развивается, строится, и дальше на сайте будет сколько километров дорог построено, пока мы с вами разговариваем. А строится это будет десятки, сотни, тысячи километров в сутки по всему миру. Вот, соответственно, дальше мы вам говорим, что мы сейчас создаем компанию, которая капитализирует на венчурной основе следующие технологии SkyTech. Потому что у Юницкого, кроме Skyway, есть еще очень, знаете, как в Одессе говорят, если вам надо песен, их есть у меня, понимаете? Это про Юницкого. Он как инженер, как гениальный инженер, у него помимо Skyway есть еще целое, целое, целое направление, которые будут меняться. Некоторые мы озвучивали на своих вебинарах, это и новое жилищное строительство, то есть это и новая энергетика, и даже сельское хозяйство. Я тут какое-то время назад читал лекцию в Санкт-Петербургской сельскохозяйственной академии. И они мне говорят, вот, ну расскажите нам про сельское хозяйство, как оно будет меняться. Я говорю, давайте, вот чтобы нам начать разговор, вот я это часто уже, ну несколько раз рассказывал, просто кто не слышал. Для того, чтобы нам начать разговор и представлять, что такое будет сельское хозяйство через 10 лет, я вам сначала расскажу анекдот. Знаете, в советские времена, кто хлопок собирает в Таджикистане, тракторист получает путевку на съезд в Москву, помните, такое было, потом приезжает обратно в свою аулу, у него спрашивают, что в Москве видел самое такое, что тебя потрясло. Он говорит, в зоопарк идол. Он говорит, ты что это там видел? Он говорит, видел, зебра видел. Он говорит, что такое зебра? Он говорит, ну верблюд наш, представляешь, он говорит, вот только без горбов и полосатый, как матрас, черный. Он говорит, интересный зверь. Он говорит, а что еще видел? Он говорит, еще видел жирафа. Он говорит, что такое жираф? Он говорит, ну верблюд, представляешь, вот только без горба, такая длинная шея и длинные ноги. Он говорит, интересный зверь. А еще что видел? Он говорит, а еще удав видел. Они говорят, что такое удав? Он говорит, ну вот наш верблюд, представляешь? Он говорит, представляешь? Он говорит, совсем не похож, понимаешь? Поэтому, когда задают вопрос, особенно сельскохозяйственным, когда я им говорю, что, друзья, понимаете, сельское хозяйство будет вот совсем другое. Вы даже не можете представить, какое. Они говорят, ну вот приведи пример в историю. Я говорю, смотри, мы же с вами уже, Игорь, мы сидим с вами в 90-м году. Я рассказываю, я вам рассказываю вот эти сказки про женский голос, про GPS, про интернет, то, что было 1800 человек, как мы с Алексеем и Юницким проводили вебинар, где у нас было 1800 из 75 стран мира одновременно. Представьте, да, в 90-м году, когда телемост между двумя президентами и вся страна работает, чтобы этот телемост происходил. Потому что телевидение надо создать. Так вот, мы с вами сидим в 90-м году. Я говорю, вот есть сейчас задача. Ну просто вот такая бытовая задача. Вот у меня там сынишка год и четыре месяца, и надо отправить фотографию бабушке. То есть, чтобы она его увидела. Что надо делать? Я его должен привезти в ателье, посадить, если он не отберет фотоаппарат, не сломает там, еще что, и хотя бы секунду просидеть, чтобы, так сказать, кто его сфотографирует, потом проявят, напечатают фотографию. Я возьму эту фотографию, приду на почту, запечатаю в конверт, отправлю, бабушка получит, все поставит в сервант. Будет на него смотреть. Вот я могу задать вопрос, сегодня кому-нибудь в голову придет это сделать? Я фотографирую в скайпе, в онлайне, она тут же это видит. Более того, я включаю видео, она и видео может. Более того, она с ней может поговорить, они же должны, так сказать, это все. То есть, эта задача сегодня даже не стоит. Почему? Потому что пришли технологии, и они нам решили эту задачу. Мы делаем сегодня производство, мы делаем заводы. И сегодня вот Хродхуд, когда приезжал в очередной раз две недели назад, они уехали, а он приехал уже опять, как профессиональный уже человек, приехал с группой экспертов, которые прислали уже, одну группу прислали заказчики, то есть, которым надо было посмотреть проект, и вторую группу прислали уже инвестиционные фонды, которые этих заказчиков хотят финансировать. Они больше недели проводили в конструкторском бюро на производственной базе, естественно, с ними подписали договора конфиденциальности, с ответственностью в миллиард долларов каждый подписал, что если он разглашает тайну, соответственно, с международным законодательством ему штраф в миллиард долларов. Поэтому, я думаю, они все будут только рассказывать своим заказчикам о том, что они видели, и то опасаясь каждый раз. Так вот, они все это изучили, посмотрели, уехали для дальнейшей работы. То есть, это сегодня заказчики экспертизы, когда они увидели, что у нас не просто сидит там 160 конструкторов и работает, а что есть своя производственная база, которую мы забрали у Е-мобиля, то есть, свой завод, который сегодня производит образцы. Ну, про полигон вы уже видели, так сказать. Они были просто поражены, они поняли, что мы реализовывать проекты можем уже сегодня, а не в какое-то отдаленное будущее. Так, ну что, тогда про сельское хозяйство, про фонд я вам тоже рассказал. Ну, друзья, давайте тогда уже переходить к вопросам-ответам, если они возникли. На сегодняшний момент обращаемся к новичкам. Пока понятно, о чем идет речь? Или еще есть, так сказать, как бы это вопрос? Это электричество, электротягивание. То есть, мотор-колесо. Это новая схема, и сейчас к этой схеме подходят все. Санк-Янг на позапрошлой неделе задекларировал, что летом он покажет новый джип мощностью до 1000 кВт, который будет без двигателя внутреннего сгорания, без распредки и без коробки. А что было понятно, это две трети стоимости любого джипа. Соответственно, они говорят, что эти деньги, которые сэкономятся, они вложат в дизайн и в электронику, и на следующий год они готовы показать джип, который по всем характеристикам будет превосходить сегодня лидеров. Поэтому я думаю, что сейчас в BMW, в Mercedes, в Toyota, в Lexus очень много специалистов не спят. Потому что на это надо ответить, потому что это сегодня очень хорошая логика. Ну, точнее, это то, что сегодня идет очевидным, и конкурировать с этим невозможно. И я это говорю к чему? Что логика мотор-колеса сегодня входит очень прочно. У Юницкого изначально все юнебусы, юнебайки проектировались из мотор-колеса. Потому что это самое экономичное, самое легкое, когда электродвигатель стоит прямо в колесе. Соответственно, запитываться он будет только от аккумулятора. А вот зарядка аккумулятора – это уже отдельная тема. То есть это альтернативная энергетика, это пока еще может быть и углеводородная энергетика. Но это совсем другой подход. И это схема, по которой придут все. Более того, даже если кому-то интересно, с точки зрения перспектив развития, ну, допустим, авиации, сегодня уже Сименс, Бош и Боинг заявили о том, что они приступили к созданию электросамолета. Что такое электросамолеты? То есть они ставят турбину на борту, которая сжигает топливо, вырабатывает электроэнергию, раздают ее на электродвигатели, которые вращают пропеллер. Соответственно, они утверждают, что самолет будет в 5 раз экономичен. То есть с 12 или с 10 литров они уйдут на 2. Но до наших… Почему мы говорим, что они не конкуренты? До наших 100 грамм им еще далеко, а точнее невозможно. А к тому времени, когда они подойдут хотя бы к литру, а они никогда не подойдут, мы подойдем уже к 10 граммам. Более того, я могу сказать, что скорость 60 км в час на юни-байке будет развиваться благодаря собственной велотяге. Вы можете ехать спокойно, крутим педали, и ехать со скоростью 60 км в час. Но сегодня я по компьютеру смотрю, я живу под Москвой, у меня сегодня средняя скорость движения 37 км в час. То есть, в принципе, я могу уже сейчас в 2 раза быстрее, чем я езжу по Москве, ездить на велотяге. Это тоже возможность, которую дает наша технология. Давайте еще раз. Сергей Анатольевич, представляться, наверное, надо Сергея Новиков. У меня вопрос не технологического, а такого шкурного характера. Я здесь инвестор с февраля месяца. У меня около 2 миллионов акций. Со своей командой мы забрали 15 монеток. Молодцы. Вот, из 800, то есть, я думаю, хороший процент. А из 900, да. Вопросов два, на самом деле. Оба шкурные, оба как у инвестора. Вопрос номер один. По поводу вот этих монеток. То есть, очень много ходит вокруг какого-то такого вот ажиотажа, что что-то там будет, а что не знаем. То есть, хоть какую-то завесу тайны приоткройте, пожалуйста, Сергей Анатольевич. Что нас ждет в владельцах вот этих вот монеток, которые мы успели приобрести. И вопрос номер два, прошу прощения, сразу второй вопрос задам. На одном из видео недавно Виктор Бабурин сказал такую фразу, обронил. То, что, дескать, будет какая-то переконвертация акций. То есть, он показывал просчеты возможных дивидендов в будущем. И говорит так, вот после конвертации акций, то есть, не те акции, которые у вас есть сейчас, а после конвертации, вот хотелось бы понять, что это за конвертация акций. Благодарю. Да, давайте. Хороший вопрос. Значит, первый ответ очень такой, я знаю, что с ними будет, но не скажу. По одной простой причине. Это личная прерогатива Юницкого, и он сам об этом объявит. Просто я дал честное слово, что я об этом говорить не буду. Единственное, что я могу добавить, это одна из реализаций его мечты. И то, что получат люди, которые купили эти монеты, я могу сказать, что вы будете просто очень удивлены и приятно шокированы. Больше я ничего не скажу. То есть, устроит такой ответ? А когда лучше? Скорее всего, это будет открыто либо в октябре на форуме, когда он объявит, либо в апреле на следующем форуме. То есть, то, что это будет в течение ближайшего календарного года, это 100%. Вот, поэтому, еще раз я могу сказать, что я знаю, что это такое, и это одна из его мечты. То есть, это реализация. Вот, есть у человека мечта, и он ее реализовывает. И вы в этом процессе сейчас участвуете. Поэтому, да, не то, что, к сожалению, несколько есть на этом интрига, но, наверное, это и хорошо. Но, с другой стороны, она для этого и запускалась. Поэтому, узнаете скоро. И вам понравится. Вот за это я могу 100% вручаться. Могу даже поспорить на бутылку попсикола, если вы скажете, что вам это не нравится, вернете мне бутылку попсикола. Вот, это первое. Значит, теперь второе, это самое, уже более серьезное. Алексей на нем остановится в юридической схеме. Значит, сегодня у нас с вами идет работа венчурная. Это работа, когда вы верите технологии, вкладываете деньги, а наша задача обеспечить вам гарантию. И эту гарантию может обеспечить сегодня только один человек. То есть, это форма общественного договора между теми, кто верит в технологию, и лично Юницкий. Потому что он автор технологии, он президент группы компаний, и от кого сегодня зависит все, что он создает. Поэтому мы сегодня организовали юридически такую схему, когда вы в обмен на инвестицию входите в реестр акционеров компании, капитал которой обеспечен интеллектуальной собственностью. И сегодня вы получаете не акции, вы сегодня получаете обязательства, которые закреплены долей в компании записью в реестре акционеров. И мы организовали таким образом, почему мы ушли из Британии, а в Британские и Виржинские острова. Потому что только там можно создать акционерный сейф, куда можно положить, но нельзя забрать. Поэтому мы организовали таким образом, что все, кто входят, получают право войти туда. Мы туда вносим, и все люди находятся в этом реестре. Дальше, для того, чтобы начать операции с этими акциями, нам надо их конвертировать уже в реально продаваемые и реально существующие акции. Поэтому следующая операция, которая произойдет, мы будем их конвертировать. Естественно, вы по своему желанию. Первое, что мы сейчас прорабатываем с партнеров, допустим, вы вложили доллар, год назад, сегодня это тысяча акций, ну или тысяча обязательств. И вы хотите продать. Мы сегодня делаем право, что вы можете конвертировать, допустим, свои обязательства, сейчас пока это определит рынок или наши партнеры, допустим, в три облигации какого-то адресного проекта, который котируется на бирже, который продается. Значит, вы свои тысячи обязательств меняете на три облигации, продаете, получаете три доллара. То есть, условно, я не говорю, что это может быть два, может пять, это в зависимости от спроса. То есть, вы год назад вложили доллар, и сейчас вы его за три продали. Значит, вы получили 200%, 300% годовых. В принципе, с точки зрения бизнеса неплохое вложение. Вот. Мы вам всегда будем говорить, советовать, уговаривать, не меняйте, не продавайте, потому что дальше будет интереснее, придет время, когда это будет номинал, а еще придет время, когда это будет намного больше номиналов. Насколько больше номинала, смотрите Джобса. Вот. Смотрите, помните эту историю, когда один из его товарищей продал 10% за 800 долларов. Сегодня 10% Apple стоит, да, Apple стоит 80 миллиардов. То есть, за 800 продал, прошло каких-то 30 лет, и эта доля сегодня стоит 80 миллиардов. То есть, мы говорим, смотрите на эти истории, и лучше не продавайте, потому что может пригодиться на всякий случай. Но, что мы гарантируем, что мы четко говорим? Мы работаем над тем, чтобы ваш пакет постоянно дорожал. И он будет, благодаря развитию технологий, постоянно дорожать. И вот здесь, как раз, сразу отвечая на многие вопросы, вчера очень много было в Челябинске на этот предмет, что, а когда будут дивиденды, а когда, так сказать, знаете, так сказать, друзья, сейчас логика, которая идет, она совсем другая. Вы сегодня, уже увеличивая пакет в цене, вы уже зарабатываете. И наша задача, чтобы он постоянно дорожал. Это и будет ваш заработок. То есть, грубо говоря, когда будет закрыт, вы же понимаете, что к концу года, как мы планируем, будет закрыт вход в корневую технологию, спрос на эти обязательства резко возрастет. Все, значит, все поймут уже, раз их уже не раздают, а кому-то раздали, значит, это уже что-то стоит. И к вам будут постоянно приходить и говорить, продайте мне свой пакет, допустим, там, вот ты вложил доллар, а я тебе плачу за него 5. Потом 10, потом 100, потом 1000. И вот это будет, и вот это предложение, наша задача создать это предложение. И мы его будем создавать чем? Мы будем постоянно объявлять, что, ребята, мы создаем очередную компанию, которая будет мировым лидером по производству редкоземельных металлов. Наши партнеры, Морганы, Джеффрис и так далее, и акционером, основным акционером этой компании является компания, в которую вы все входите, которая владеет интеллектуальной собственностью. Почему мы об этом говорим? Потому что учредительной управляющей компании в Австралии, которая сегодня уже рассматривает 20 проектов, крупнейших проектов в Австралии, является учредитель нашей компании. На 50% австралийской компании является учредителем там, где мы с вами акционером. И когда мы это будем показывать, естественно, что вы, являясь акционером, спрос на ваши обязательства будет постоянно возрастать. А эту информацию мы будем постоянно открывать. И поэтому, когда будут знать акционерами, чего вы являетесь, естественно, вам будут предлагать, а хотите ли продать. Так вот, наши, когда говорят IPO, когда выйдут, скорее всего, друзья, те обязательства, те компании, которые мы... Они вообще не выйдут на IPO. Зачем? На IPO мы будем выводить дочерние компании. Мы будем выводить адресные проекты. Мы будем управлять управляющей компанией, которые управляют проектом. Вот они пойдут на IPO. В конкретных биржах, конкретных... А вы, являясь акционерами этих компаний, будете обладать так называемые, даже не золотые, а бриллиантовые акции. Естественно, что за ними начнется охота. Естественно, их будут предлагать вам продать. И наша задача, вот еще раз, когда говорят, когда мы будем получать дивиденды, или еще, друзья, вы будете получать постоянно предложение по увеличивающей цене продать ваш пакет. Понятна логика, да? И мы эту систему создаем. И вы в ней сейчас участвуете. Почему вы имеете право на это? Потому что мы сейчас здесь партнеры. Дальше, когда будет вход, и будет уже финансирование крупными фондами, у нас будут другие партнеры. Понимаете, да? У нас уже будут крупные игроки. И сегодня, кто входит, наша задача. Почему мы хотим сейчас как можно больше людей, чтобы вошло? Потому что это большее количество людей будет обладать этим правом. И почему нам это надо? Потому что Юницкий сейчас говорит, когда ведем крупные компании, начинает навязывать правила игры. Он говорит, я не могу согласиться на эти правила, потому что не я вхожу к вам, акционер, а со мной в компании еще 100 тысяч человек. Понимаете? И я не могу сейчас сказать, что, представляете, да? Ну, задают вопрос, а где гарантия, что Юницкий там что-нибудь или куда-нибудь? Мы платим деньги, а он строит дачу на Канаре, да? Я говорю, друзья, человек 46 лет этим занимался. Ему подписалось, ему поверило 500 тысяч человек, а 100 тысяч человек дали деньги. Вы думаете, что он теперь говорит, ребята, спасибо, я пошел. Во-первых, в сегодняшнем юридическом мире это первое невозможно, а во-вторых, это сразу нарушает всю логику создания компании. Он говорит, я такой же акционер, как и вы, и я зарабатываю только в том случае, если вы заработаете. И зачем эту логику нарушать, когда люди несут деньги, они вкладываются, он выполняет свои обязательства, строится, и есть заказчики, которые готовы за это платить. Я, допустим, логики в этом сейчас не вижу. Ну, если не говорить, просто откровенно ему помешательство. Вот, но что я могу сказать? Меньше всего, на кого Юницкий похож, это на ненормального человека. То есть он в этом, он ненормальный с точки зрения инженерного гения, но с точки зрения нормальных бытовых отношений он абсолютно адекватный и нормальный человек. И здесь я могу гарантировать, что неадекватных шагов от него не будет. И я могу еще сказать, что есть ряд шагов с точки зрения управления, которые я, допустим, не сразу понимал. Вот мы с Алексеем сегодня анализировали. Юницкий мне год назад предложил сделать определенную вещь, сделать определенную работу. Я отказался, потому что посчитал, что это неправильно. Год спустя я признаю, что он сделал абсолютно правильное предложение, правильное решение. И я был неправ, что я от этого отказался. Но это, друзья, отдельно. То есть я для себя ввел такое понятие, как интуитивное управление. То есть он принимает решения всегда на несколько шагов вперед, которые мы не можем понять. И это тоже естественно, потому что если ему дано создавать эту технологию, то ему дано ее продвигать. И дальше говорят, а боитесь, не боитесь, конкуренты, не конкуренты. Это обычно, так сказать. Так вот, друзья, точно по этой же логике мы и будем защищаться. И здесь, почему это очень важный вопрос, потому что с октября месяца проект не перестанет быть 100% вечером. Не перестанет. Мы снимем технологические риски, то есть мы покажем существование технологии, мы покажем ее преимущества, мы снимем технологические риски, но при этом начнут возрастать другие. Потому что то, что технологии реально поймут не только наши друзья, поймут наши конкуренты, наши враги и те, кто сегодня работает на рынке инвестиций, кто оттягивает. Мы же реально входим и говорим, что мы входим на рынок инвестиций и будем на себя оттягивать именно инвестиции с других направлений, с других. Это конкуренция. А как вы понимаете, конкуренция очень такая опасная вещь, очень серьезная вещь. Но в этом, почему мы спокойно идем, что мы решали технологические риски, и мы говорили, мы знаем, как их решить, и мы их решили. Точно так же я говорю, что мы знаем, как снять юридические риски, конкурентные риски, политические риски. Это все будет сниматься, и по мере того, как это будет двигаться, это все будет развиваться и проходить. Поэтому здесь в октябре месяце 100% венчурности не уйдет. Это мы должны четко понимать. И когда мы говорим, что мы сделаем, снимем и покажем, это просто мы уберем часть рисков. Но при этом будут возрастать ряд других. Давайте еще вопросы. Пожалуйста. Да. Я в проекте больше года. Да, за этот год много сделано. В честь и хвала руководству, и таким вот известным, как вы. Но я хотел бы обратить внимание и к развитию этого проекта на нашей территории, в частности на Уральском регионе, на территории между Юго-Террибургом и Челябинском. Там много озер, много красивых мест. И в плане развития туристической инфраструктуры там могли бы применяться юнибайки. Вот это не юнибайки, это будет тревел-байки. Ну, тревел-байки, юнибайки, педалями крутить там, чтобы вы могли путешествовать. Не могли бы вы, вот как раз представитель, директор из Челябинска, вот Средблочайнин, руководитель Москва, инициировали этот проект, что развитие туристической инфраструктуры, потому что есть отдельные предложения, партнеры, которые готовы предоставить тысячи декларов для этого развития проекта, которые в собственности, понимаете, и в общем, да. Вот поэтому мне хотелось бы пожелание руководству этого проекта, чтобы они рассмотрели это, ну и так далее, и так далее. Спасибо за внимание. Давайте сразу, очень хороший вопрос, отвечаю, что мы как раз сейчас занимаемся вот с Алексеем, это наше направление, и дальше куда будем, мы формируем именно адресные проекты. То есть как у нас сейчас складывается система? Почему вот сделать? Я в Казани был, ввели переговоры с администрацией президента, в следующий раз будет встреча с президентом, с руководителем торговой промышленной палаты, с министром транспорта, договорились о том, что они приедут, тоже 41-я делегация официальная Казани будет на демонстрацию в Экотехнопарк. Смотрите, сейчас по логике, мы создаем инструмент финансовый с нашими партнерами, которые готовы сразу под каждый проект выпускать облигации и делать систему по их выкупу. Естественно, что пока мы работаем, вот как я сказал, по 8 проектов, но это мощнейшие в мировом уровне проекты. И сейчас на них мы откатываем механизм, на них мы делаем структуру. На них мы делаем сегодня механизм, как это будет работать. Дальше, естественно, что мы придем, сразу могу сказать, чтобы не было никаких иллюзий. Первые проекты, это будет ни Екатеринбург, ни Екатеринбург, ни Челябинск, ни Москва, и вообще не Россия. Потому что в России пока в ближайшее будущее мы не видим перспективы для работы. Мы говорить об этом можем? Конечно. Более того, мы говорим, что мы это будем инициировать. Смотрите, вот смотрите вопрос. Ну, это сразу, чтобы не было иллюзий. Но с другой стороны, смотрите, мы отрабатываем, я ездил, встречался с мэром Самары, с начальником транспортного цеха, с финансистами. И мы долго обсуждали, потом они прислали делегацию в Марьину Борху. То есть мы посмотрели, сделали. Но они подходят сегодня и смотрят на нас как? Что мы к ним приходим и мы просим у них денег. Здесь мы сейчас говорим, что друзья, мы никаких денег у властей не просим. Более того, я могу сказать, что наши партнеры, у нас сейчас устраивается система, когда мы делаем проект, делаем под него кампанию, выпускаем этим проектом акции, и они сразу эти акции будут выкупать. То есть другими словами, когда мы в Челябинске или в Екатеринбурге сделаем проект, выделим под него землю, власти дадут разрешение, то сразу наши партнеры его профинансируют. Поэтому наша задача это сделать и оформить проект. То есть найти интересный проект, написать под него бизнес-план, обосновать, что это будет экономически выгодно, дальше создать кампанию, выпустить облигации, и у нас сразу есть, кто эти облигации выкупит. Почему они будут их активно выкупать? Потому что вот те фонды, которые формируются, чем больше у них будет пакет по километрам и по окупаемости, тем будет больше их капитализации. Поэтому здесь мы заинтересованы, но у нас будут очень жесткие требования к проекту. И соответственно, как только мы будем соответствовать этим требованиям, это значит стопроцентная гарантия, что этот проект... Поэтому вот ту команду, которая сейчас сформировалась, вот за это время, это формировать вот эти проекты, чем мы сейчас и занимаемся. Поэтому как только мы найдем интересный проект, найдем партнеров, запустим процесс, и власти будут идти с нами как партнеры в этом проекте, мы со своей стороны гарантируем, что первое, сто процентов будет решен технологический вопрос, потому что это... И второй, сто процентов будет решен вопрос по финансированию. Наша задача найти эти проекты. Но ваши руководители могут принять участие в его создании? Друзья, я просто еще... 30 минут. Да, у меня еще там 20-25 минут, потом я передам слово Алексею, вы будете его дальше мучить, а я уже поеду на самолет, потому что мне сегодня еще в Москву, а из Москвы в Минск, так что это самое, сегодня я буду обедать в Москве, а ужинать уже в Минске. Вот. А завтракал я где-то? Завтракал я в Челябинске, да? Промежутки в Емитеринбурге попили кофе, да? Так что жизнь, я могу сказать, с Кайвеевской продолжается. Но опять же, мы сегодня знаем, зачем мы это делаем, потому что эти встречи очень важные. Вопрос о том, чтобы вы отсюда ушли с четким пониманием, с четким представлением и желанием работать еще больше и больше. Так, давайте еще вопрос. Сергей Анатольевич. Сколько того мы уже построили? Сергей Анатольевич. Я... Где-то просто летают макеты. Нет, мы сейчас строим первый адресный проект, это демонстрационный образец Марьиной Горки под Минском. Пока ничего нет. Нет, вот это есть. Нет, дороги вообще нет. Нет, вот еще раз говорю, дорога есть. Марьиной Горки, которую мы испытываем. Вы хотите сказать, где уже ездит пассажир? Да, да. Пассажиры еще пока нигде не ездят. Пассажиры поедут на следующий год. Давайте еще вопрос. Сергей Анатольевич. Что? Я вам сейчас микрофон... А, да, давайте, да, еще начнем. Давайте, да, вопрос. У меня вот такой интересный вопрос. Я доцент кафедры автомобильного трактора Уральского региона. И в то же время являюсь экспертом Уральского региона уже порядка 40 лет. Значит, мы, наука, не смогли перешагнуть политический риск. Скажите, пожалуйста, в вашем решении, а вы, мы живем сегодня в социально-политической системе, мы не смогли перешагнуть. Как вы можете этот политический риск перешагнуть? Мне очень интересно. Хорошо, я могу сказать, у нас политических рисков нет. Ноль. Наука не могла перешагнуть. Правильно. Российская наука, советская наука. Почему у нас сегодня политические риски ноль? Почему у нас политические риски сегодня ноль? Потому что мы работаем, делаем с теми, кто нас ждет. Где нет политических рисков. Поэтому в России, вот сразу встает вопрос, работаете вы в России? Я говорю, нет, в России мы не работаем, потому что здесь политические риски стопроцентные, и здесь пока власти в принципе не готовы работать. Поэтому у нас проектов в России пока нет. Но у нас есть проекты, перечисляйте ром сегодня где-то, я думаю, что в ближайшие минут 15-20 может на это уйти. Мы конкретно прорабатываем вопрос в Монголии, более конкретно мы с Алексеем пишем вообще стратегию развития Монголии и всего азиатского региона. Поэтому сегодня в ближайшее время будет визит Юницкого в Монголию, где он будет встречаться с президентом страны и подписывать соглашение между группой и компанией Skyway и освоение крупнейшего таланта лгойского месторождения, как сущегося угля. У нас сегодня проработка, мы сейчас прорабатываем и до конца, наверное, сентября будем создавать совместную компанию с правительством Вьетнама и с ее государственной компанией по проектировке и строительству первой трассы Ханой-Хашимин. Это 1200 километров, где живет 140 миллионов человек и население будет только увеличиваться. Это проект, с инвестиционной точки зрения, который будет строиться меньше года, будет окупаться в течение двух лет. Таких проектов в МИД, там будет пассажиропоток в сутки более миллиона человек. Объясняюсь дальше. У нас сейчас делегация, которая в Дели. Мы готовим заключение договоров с правительством Индии о строительстве, там, по-моему, Мумбай, чего-то там еще куда-то поедет. Там тоже миллион пассажиров в сутки. Ну и дальше уже Гвинея, это перевозка бокситов. Абсолютно я уверен, что Виктор Бабурин летит в Танзанию встречаться с президентом Танзании и министрами Восточной Африки. Я могу даже поспорить, что он приедет оттуда с не одним десятком адресных проектов. Там рисков нет никаких. Им нужна дорога. Есть финансисты, которые этого оплачивают. Поэтому, вот, тут меня все зовут, времени не могу выбрать, поехать в Киргизию, встретиться с президентом Киргизии. Для того, чтобы тоже что-то подписать. Но просто пока, я считаю, что если выбирать между Германией и поездкой в Киргизию, пока приоритеты не совпадают. Потому что я не уверен, что у нас что-то в Киргизии в ближайшее время пойдет. Дальше мы сегодня проектируем дорогу между двумя интереснейшими городами. И уже получили поддержку губернатора штата Невада. Проектировать дорогу между Лас-Векасом и Лос-Анджелесом. Это 432 километра по пустыне Невада. Мы там создали компанию, называется Skyway Houston. Так вот, наблюдательный совет этой компании возглавил Аллан. Это человек, который сегодня является финансистом клана Клинтонов. А так как сегодня Клинтон, скорее всего, с вероятностью 99,9% в порядке, там и станет президентом, а ее муж, наверное, будет фестмен. Это интересное такое. То есть была первая леди, а в этот раз у них там будет первый мэн. Так вот, сегодня финансовый партнер этого первого мэна возглавляет нашу компанию в Соединенные Штаты. Поэтому у нас там нет политических рисков. Вот я отвечаю на ваш вопрос. Ну, не говоря уже, что мы там проектируем трассу в Израиле. Там тоже политических рисков нет. Поэтому я спокойно на них смотрю, на политические риски. Я ответил, нет, на ваш вопрос? Нет. Понятно. Вот эти, что получается. Главными политическими рисками, которые перечислены, являются правительство и президенты, защитниками ваших решений, всех технологических решений. Но ведь это как раз именно те самые политики, которые заявляют и, собственно, решают все, что хотят. И плевать на любые различные производственные технологические решения. Понятно. Вопрос в чем? Посмотрите, вы же приводили пример. Вас из России выпроводили? Нет, из России. Ну, как не приводили? Ну, сами сказали, что... Ну, нет. Нас, пока слава богу, у нас никто не выполнял. Ваши все решения изъял. Да, у нас спилили полигон, который стоял. Очень жалко, потому что с исторической точки зрения это все-таки уже была историческая ценность. И то, что ее уничтожили, я считаю, это факт вандализма. Вот именно, вот как раз это и есть политический вандализм. Значит, у вас хорошие технологии производственных технологических решений не имеют обоснования научно-методического обоснования. Вот если вы соедините научно-методическое обоснование научно-производственными технологическими решениями, тогда у вас исчезнут все политические риски. Вот это надо и доводить Я возражать с этим не буду Я согласен Поэтому мы собственно этим сейчас и занимаемся Я могу сказать Что с вашего точки зрения В ближайшее время мы политически Мы наукой на этом послезнулись И уже хорошо обожились Так же как вы с Медведевым обожились Мы с Алексеем пишем регулярно Аналитические записки для администрации президента Для Совета безопасности Регулярно с ними общаемся Так что я думаю Что когда-нибудь Мы придем к какому-нибудь пониманию Пока не пришли Пожалуйста Проект Евразия Во что это выявится И что нужно ожидать от него Не совсем понятно Сам проект сам по себе Давайте так Компанию, которую мы представляем Skyway Capital и RSV System К проекту Евразия никакого отношения не имеет Проект Евразия был инициирован мной И Андреем Хавратовым Для решения определенных задач Я могу сказать Я этими задачами сейчас не занимаюсь Поэтому если вы хотите что-либо узнать Наверное это можно задать Андрею Хавратову Или теми кто этим занимается Я это прокомментировать не могу Поэтому что за проект И какие цели и задачи Они перед собой ставят Ну наверное надо у них спросить То есть Ну скажем так Без комментариев И я даже не могу То что Если вас интересует Что туда закладывалось Когда мы это создавали И когда я участвовал в этом процессе Я сразу говорю Что я после Нового года Из Skyway Invest Group То есть из команды Которую создал Андрей Хавратов Я вышел По принципиальным соображениям И мы занимаемся с Алексеем С компанией МРСВ С Skyway Capital Продвижением проекта И в этом плане Ничего не изменилось И ничего нет Что мы делали То и делаем А чем занимаются еще Компании Которые привлекают средства В Skyway И под разными брендами Это надо с ними общаться Сергей Ильич Буквально плюс-минус Полтора месяца назад В Екатеринбурге Был заместитель Пангемуна Была следующая ситуация Что он выступал В Ельце-центре Говорил о тяжелой Экологической ситуации Что сейчас перед мировым сообществом Стоит около 16 целей 170 точных цифр Не помню задач И мировое сообщество Не знает как эти вопросы решать Нету решений И один из местных активистов Проекта После этого зама Пангемуна Выступление Что называется Дернул И буквально в течение 15 минут Ему показал проект Skyway То есть там через переводчиков То есть там Охрана не хотела подпускать Но когда он показал ему Эко Солюшенс Зам Пангемуна С удовольствием Сел побеседовать С одним из наших активистов Полистал этот журнальчик Все Он прям с горящими глазами Взял с собой брошюру Сказал что до Пангемуна Это дело донесет И вроде того в АОНе Об этом узнают Вот хотелось бы узнать Это было примерно полтора месяца назад Вот у нас здесь В Екатеринбурге Хотелось бы узнать В этой истории есть какое-то продолжение Вы обладаете такой информацией? Пангемуна Юницкому еще пока не звонил Поэтому Ну подождем Но я могу сказать Что взаимоотношения с ООН Имеет определенную историю Потому что Юницкий По системе Хабитат Это расселение и построение Прогнозирование расселения Он получал три гранта ООН Он делал доклад на одной из секций ООН И лично знакомый У нас есть переписка и отношения Тоже с одним из замов генерального секретаря Это Тофер Это бывший министр транспорта Германии Он отвечал за инфраструктуру Поэтому поддержка ООН есть Я могу сказать, что я в 2012 году В Цюрихе на заседании Интеллектуальной собственности Организации Объединенных Наций Делал доклад про SkyWay Поэтому, скажем так У нас определенные взаимоотношения есть Но пока, наверное, нет людей Или нет контактов, которые могли это продвигать То есть у нас приезжало Ему встречались на уровне начальника департамента ООН По развитию Африки Вот это интереснейшая дама Ее зовут Хуашан Она является внучкой последнего императора Китая И мы с ней очень То есть с Юницким Она просто личный друг Она когда приезжает в Москву Мы обязательно едем ко мне домой Там жарим шашлыки То есть это очень приятно Даже была такая история Когда сидим, жарим шашлык Она довольная такая Мы съездили, я ей показал А я живу между тремя монастырями в Москве Причем не в Москве, а под Москвой Причем выдающимися монастырями Ему ей все показали Она интересно посмотрела И потом мы сидим Она говорит, слушай, у меня же тут друг в Москве есть Говорит, хочешь, я ему сейчас позвоню И он приедет Набирает друг, начинает звонить А это посол Китая в Москве, в России Но чтобы было понятно Посол в отсутствии первого лица Это первое лицо, представляющее здесь Она говорит, хочешь, он сейчас сюда приедет Я говорю, Хаошан, вот я тебе молю Давай лучше мы завтра к нему съездим Вот только не надо, чтобы он ко мне приезжал Я говорю, у меня же жизнь после этого закончится Поэтому я буду три месяца потом объяснять Что он здесь делал А потом у меня же под каждым стаканом Будет стоять микрофон Который будет там сразу покаживать Поэтому я говорю, Хаошан У меня была такая по молодости неосторожность Я как бы был начальником департамента Минфини Уже с Юницким работали И ко мне приехал посол Ирана То есть мы тоже организовали Он говорит, да сейчас я тебе к три еду И приехал Друзья, что потом было? Знаете, я знаю, что это такое Поэтому я говорю, давайте Послов лучше не надо Потому что это все равно, что общаешься с первым лицом Но это просто какое-то отличие Так вот, я абсолютно уверен То есть в чем здесь можно Не то, что даже прогнозировать А абсолютно четко говорить Что мы выйдем на контакт И мы будем работать Потому что то, что мы делаем Это настолько значимо Что это будет уровень и ООН И первых людей И государств и так далее Потому что когда Юницкий заявляет Что благодаря нашей технологии 150 миллионов человек не погибнет И 20 миллиардов тонн нефти Не будет сожжено Это, я думаю, решение Очень многих проблем для всего человечества А соответственно, так как там такие слова звучат Решение проблем человечества До этого организации Создалось Поэтому со временем Наверное, у нас там будет И там контакт Я думаю, мы увидим И доклады Юницкого Наверное, и Генеральной Ассамблеи И контакты И так далее И так далее Я в этом Во всяком случае Так это как развивается И я абсолютно этому не удивлюсь Если после нашего с вами разговора Завтра кто-нибудь позвонит И скажет Вот как на прошлой неделе Позвонил МИД Белоруссии И говорит Съездите к президенту Танзании Пообщайтесь Понимаете Потому что он задает вопросы по транспорту А вы можете ему ответить Давайте еще раз Я реплику брошу Товарищи Вот мы как раз с Ольгой Выхватили этого Пангимуна Но он не Пангимуна Зам Пангимуна Рой Куан Чунг Причем Нобелевский лауреат Да, действительно По экологии Главный советник Пангимуна Никакой охраны не было Он очень доступный В общем Очень коммуникабельный Какие результаты Да, собственно говоря Никто никаких результатов Сильно там не ждал То есть я Его электронную почту Передал Бабурину И уже Бабурин Там и пусть Скорее всего Какие-то официальные Письма написал И уже видимо там У компании будут Какие-то взаимоотношения Напрямую То есть Понимаете Нам трудно с такими Не общаться То есть эта компания Уже в дальнейшем Будет там Какие-то коммуникации Налаживать И может быть Пригласят его Потому что он действительно Реально очень заинтересовался Ему это понравилось И собственно говоря Он очень в позитиве Мы расстались Так что Ну друзья А сразу тут могу Как еще добавить Сказать А когда демонстрация И когда можно будет Уже четко показывать И давать не просто проспекты А сразу давать ссылку Где можно посмотреть Как это работает То это понимаете Это просто другой уровень общения Другой уровень взаимодействия И он еще Конечно Очень высоко оценил Нашу технологию Сказал Ребята Так если это будет Это просто перевернет мир Мы говорим Да Да Мы про это же И про те задачи Которые вы говорили 168 задач Поставленных По изменению экологии Я говорю У нас как раз есть решение Вот оно есть И еще Я успела ему Рассказать Что у нас идет Народное финансирование Что мы этот проект Делаем Прямо вот Своими силами Кстати Одна из реплик Его была В его докладе Который он Кстати Это была Конференция Устойчивое развитие городов И она была международная Там выступало Два Норбургских лауреата Один по скайпу Из Франции И собственно говоря Он лично Вот И У него Как раз Вот то что Нет у них инструментов Потому что Они напрямую Не могут Воздействовать На государства Которые принимают Те самые решения Вот И то что у нас Получается Народное Вот это Финансирование Получается То есть мы Будем В дальнейшем Воздействовать И на те же самые Государства Когда мы Собственно говоря Наберем вес Абсолютно Поэтому у нас Формируется Достаточно очень сильная Мягкая Как это называется Сила Вот именно Через то Что мы привлекаем Людей сюда Это очень важно Когда вы Когда вы Превратитесь Когда мы Превратимся Вы сами Будете Государством Конечно И сами Будете иметь Политический вес Спивай Еще несколько Вдруг Все политические Риски Давайте Есть еще вопросы Так Алексей Тогда наверное Можно Давайте Пять минут Потом будет Объявляем Перерыв Если там Какие-то Личные вопросы Я буквально Еще несколько Минут Могу И дальше Я С большим Сожалением Вас покину Потому что Мне уже Через полтора часа Соболёт на Москву Сергей Быстренький вопрос Еще от меня Личный Сейчас девушке Передам Насколько я знаю Городской Грузовой транспорт Он ездит на Одних рельсах Правильно? Грузовой И городской Транспорт Там примерно Насколько я знаю Одиноковый Или нет Путевых структур Которые сейчас Демонстрируются Их несколько Вообще Классификации транспорта Который мы делаем В этой технопарке Их четыре То есть это Грузовой перевоз Пассажирская Которая Общественный транспорт Она на весна Это воздушное метро Травай И под весна Который может ходить С большими пролетами И четвертое Которое уже Сястроится Демонстрируется Это легкие Юнибайки Легкая система Где 5 сантиметров Рельс И подвижной состав От одного человека До шести Соответственно Эти четыре системы Сейчас строятся Юницкий предложил ряд Интересных решений По комбинации Когда может сверху Ити Скоростной А внизу Быть подвешенный Легкий Низкоскоростной Это одна комбинация Вторая комбинация Вы видели Что вверху Может идти Легкий Воздушный метро Внизу Может идти Грузовая система Которая может Привозить Сыпучие грузы Или контейнеры Это просто вопрос Оптимизации Сегодня Мы готовим В октябре Показать путевую структуру Которая Будет наиболее Универсальная То есть сверху Это городской И скоростной Прототип А снизу Это городской Легкий И грузовой Это наиболее Универсальная Система Как раз Меня это интересует И быстрый вопрос На грузовом Можно возить В принципе Будет и бревна И сыпучий И русский холод И так далее Можно ли возить Автомобили Со всеми вытекающими То есть мне нужно Переехать куда-нибудь В другой район Или в другой город И потом уже повесить По этому городу То есть насколько Технологически Возможно Подвесить Ну закрепить И вот именно Автомобиль Весит полторы тонны Технологически Это возможно Это решать Но это не интересная задача Тут если затронули Этот вопрос Я уже сказал Что сегодня Автомобилестроение Будет резко меняться Оно будет уходить В логику Электромобили Мотор-колесо И это тенденция Которую остановить Невозможно Мы с Алексеем Как турологи То есть сегодня BMW и Mercedes Не спит Потому что У них делается Конкурент Который на порядок Лучший Технологичный Им надо на это Чем-то ответить Так вот я могу сказать Что мы с Алексеем Подкинули им еще одну Проблемку Теперь они вообще Не спят Потому что Причем это Не мы делаем То есть вот наш Юнибайт Который подвешен У него Оценивает Алеша Поставь Как картинку Юнибайта Вот это Так вот Вот это Ну а с Нет Нет Вот это Да Вот это Моя любимая Картинка Значит смотрите Это Юнибайк У него верхняя часть Отстег Там где стоят два Мотор-колеса И аккумулятор Ну то есть Основная часть Она отсёгивающаяся А остальной модуль Это является Вашим индивидуальным пространством Где ваш компьютер Кресло У тебя в аэропорту летел Там массажный Стол Аудиосистема То есть это Адаптированный подвас Уникальный То есть это Транспортный Андроид Но который Приезжая домой Вы в нем сидите Потому что Это ваше рабочее место Это стол Стул На котором вы ездите Так вот самое интересное Что мы сейчас предложили Почему автомобильным Концерном Завтра будет Вообще Не до сна Она будет ставиться В платформу Вот эта кабина Может становиться Джипом То есть если вы ставите В платформу Может становиться Суперкаром Если надо быстро Может становиться Легким городским А вы сидите Все в той же кабине Но что самое страшное Для автомобильных Когда вы приехали Допустим На север И вам надо Передвигаться по снегу То эта же кабина Ставится Снегоходную платформу И становится Снегоходом А дальше Если вы приехали На море То эта платформа Ставится в катамаран И она плавает Более того Если вы приезжаете И вам надо лететь То она становится Частью допустим Там самолета Или там это И она летает То есть другими словами Мы назвали Эту концепцию Метамобиль То есть вы в своем кресле Можете ездить По струне Вот как сейчас Дальше можете ездить Как джип Можете плавать Может Это концепция Метамобиль И все это вы делаете В своем кресле И вот теперь Пускай они Предложат нам Что-нибудь Более интересное Это уже практически Невозможно То есть говорят Теперь пускай Они не спят А теперь друзья Я в завершение Могу сказать Это то что Я сейчас сказал Это крайне важная вещь И вот здесь Вы должны сейчас То есть вся концепция Того что мы делаем То есть вы даже Не представляете Что происходит То есть это много Произносится Все как бы это Но не до конца Это понимают Что такое Так вот смотрите Интернет Что такое интернет Это вы открыли компьютер И вы получили информацию Если не вставая Со своего места То есть вам не надо Идти в библиотеку Заказывать статьи Потом перспектировать Потом сдавать курсовую Как я описал Свою первую курсовую работу Которая называлась Транспорт будущего Случайное совпадение Так вот Сегодня Открыв Вы получаете информацию Так вот Транснет То что мы с вами создаем Когда вы Даже не одним нажатием Кнопки А с голоса Говорите Хочу в Париж И вы не вставая Со своего кресла Из своего дома Попадаете в Париж Вот что такое Транснет Рассказали Что у вас на руках Находится сертификат Здесь вопрос У меня во первых Сертификатов За 15 лет Возникло много Разных компаний Разных Которые конвертируются В юницкие обязательства Сегодня Если вы говорите Что Есть ли бумажа Подтверждающая Мы по многочисленным просьбам Печатаем эти бумаги То есть Которые есть Но Целесообразности Лично я в этом не вижу Потому что Сегодня Акции Никто не выпускает В бумажном виде Сегодня у всех Электронные акции То есть Которые Самое главное Есть запись в реестре акционеров Это самое главное Поэтому Те кто хочет Иметь Сортификат У нас такая услуга есть Напечатают Отдадут Если для вас Это важно Но Сразу могу сказать Что Никакой юридической силы Эта бумага Кроме того Что она подтверждает Что у вас есть запись в реестре акционеров Нет Поэтому Ну Я многих знаю людей То есть Человеку Которому 500 миллионов акций Он сертификат В рамочку Повесил Это И говорит Приятно осознавать Что ты почти миллиардер Вот Он на это смотрит Так сказать И ему это приносит Более того Он купил Такой же пакет Своему партнеру и повесил У него на стенке В кабинете Вот Тот правда Скайвей не верит Но тем не менее Видит Что 500 миллионов акций У него есть Но Как вы думаете То есть Когда Это первый Наш крупный акционер Который купил На 150 На 100 тысяч Фунтов акций Значит На тот момент Было где-то 290 Или 240 Миллионов Так вот А помните Была операция Когда Когда объединяли Компании Интеллектуальную собственность Вводили дисконт Коэффициент перевода 2,9 А потом Если доплатить То вводили 3,5 То есть Это как поощрение Было Для тех Кто вошел Раньше Так вот Как вы думаете Обладая Пакетом 250 миллионов Он доплатил 200 долларов Чтобы получить 500 Конечно Доплатил То есть Как бы он в это верил Не верил Но пошел Отдал Потому что Иметь сертификат На 500 миллионов Намного интереснее Чем на 240 Правильно Вот Поэтому Этот процесс Идет Поэтому Если у вас вопрос В том Что можно ли напечатать Можно Вопрос Имеет ли это Юридическую силу Нет Это просто подтверждение Что вы не даетесь В реестре Юридическую силу Имеет только Ваш запрос Реестродержателю Который Вам может Ответить И дать официальную Выписку Из реестра О том Что Вы нам присутствовали Все Так Тогда Это самое Ну что Друзья Давайте Тогда перерыв Потому что Мы с вами Отработаем Это просто Я считаю Полезно Даже не буду Задавать вопросы Есть ли там У новичков Не у новичков Это вопросы Алексей еще С вами И проработает И ответит на вопросы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому